не, ну, как все здесь болеют так, если у нас будет следующее вот такая вот стенка пафта праздника на самом деле очень важная пафта с очень важным пайликом вот как это я там не знаю потому что здесь есть пайлик сетап и нет если туда зайти здесь как видите практически все кнопки в сбивающем меню та новая что здесь это что связано со своим сервером значит я вам вчера говорил что при нажатии именно с аппарата в вас задаются все нужные параметры которые нужны в том он хорошо вот все параметры находятся здесь старание и прописан параметры очень в 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 Продолжение следует... 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 Вопрос снимает. В них 1.1 стоит, они как вы видели, апдейт проблем в том, что в этом фронте написали 1.1.2, они раскрывали салон. Вопрос снимает. Папка CRO.DAD, как я помню, там программирование видео, графики, там каких-то своих веб вещей. В общем, график сделал, вещь сложная, не все это делать. Я их вообще везде не должен сказать. То есть сервер Unigir это для старого оборудования, которое можно... А у старого оборудования нет. Это не так. И Windows Server выезжаете. Ну и здесь-то эти папки, вернее, с новыми не так. Ну, документы, маркетинговые, бренд, юзер, лайсенс, и, конечно, все это делать. Я не мечтал сразу. Мне это интересно. Но какой-то претензион, end-user, лайсенс, и, урл. А. Ну да, то есть то, что вы взяли дельт, вам все это должно сделать. В общем, это почему. Ну, сетап. Вот, значит, сетап здесь. Обращу ваше внимание. Есть интересные вещи. Например, вот, Digging Insights, другие. Может быть, с новыми на Windows Server, 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 Windows Server. А. Значит, да, Digging Insights, семерка совместима работает. Это все, вот что я говорю, оно, в принципе, совместима только в сетапе. Нет, нет, на 64-битной поставить икхи, это, я не пробовал вообще, икхимод, должно работать. Укхимёра 64-битная поставить икхимод, да, будет. А, так, на 64-битной семерке, в прямой рост, единицать к этим будет. Вот. Ну, а, на самом деле, у нас один парень, Скайлл, говорил, даже что-то работало, но такой еще не поддерживается. Ну, у меня, конечно, руки громко присядут, что, на 5-битной работе, что, на 5-битной работе, что, на 5-битной работе, что, на 5-битной работе, потом, если заходят, то, что, на 7-битной работе. Ну, такое решение не поддерживает. То есть, нам, даже, может, снимать. Не гарантировать, что, на 5-битной работе. Понятно, да? Мы можем похвалить. Ну, как, ну, мы, конечно, за вас порадуемся, но мы все дальше говорим. Не, лучше в письменном виде, конечно. Я вам почта оставлю. Будет лицать. Значит, ну, хорошо, значит, что здесь полезного есть? Значит, есть некие такие фишки, серии, где поставят галочку при установке, например, 7-битной работе. Вообще, что устанавливать, там, и так далее. То есть, как, что поставить. Здесь все есть. Как на Windows сервер установить. Здесь очень такой инструмент полезный. Ну, например, как установить на Windows 7, здесь был на Windows сервер. В общем, здесь нету пак, там, стандартного Windows факт сервиса, то вообще не видно. Вот, вот, вред догадаетесь, на самом деле. Не прочитать, но, смотри, вот, например. Вот, смотрите, интернет, information settings, хобиста, или Windows 7 серверс 1008. Посмотрите. То есть, во-первых, нужно вот здесь вот эти галочки поставить. Вот, ну, Windows фича, вот здесь нужно поставить. Значит, пак нужно установить. Значит, пак значит, лучше. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Это нужно для Windows. Да, это нужно для Windows. Да, это нужно для Windows. Интернет-информацион серверс, в принципе, нужно для Windows. Да. То есть, если у вас какой-то, там, задача установить на Windows, там, он ждет, и вот у вас взрывули, перевезти. Вот, например, да. То есть, сервер, чтобы вычислять. Вот, про интернет, про интернет, про интернет. Наследок, вирус, скамер. Вот, в случае, вирус, скамер. Козы, пробу, вывели, гнистай. Это очень плохие, работные. Короче, вот, интернет рекомендуется, все равно нельзя. встает все работает но там ошибка и вот на самом деле проблема в этом меню повторится ну ладно, действуй с дистрибутивом вашей Windows и соответственно почитайте, ну как почитайте, просмотрите эти две проблемы, эти проблемы не будут, можете не смотреть, но в них есть системные требования все касается меню и сайта компаний и все что-то заказчики, а что нужно спрашивать во-первых, если вас, как партнеров компании Симе, заказчики еще спрашивают или вырубки компании, сколько продажок компьютер нужен и так далее как там организовать, значит вот документ в котором я вчера вам показывал цифологию, когда вот мультисегментная сеть в этом документе есть очень хорошее описание там заходит, должен быть компьютер если лень смотреть, можете даже в этом документе значит, эээ ладно, у меня с ним все, давайте даем это дело значит, первое, с чем мы начинаем знакомиться, это приложение Project Utility открываем значит, что такое Project Utility это некий аналог Xworks Project Manager то есть, утилита, которая позволяет работать с проектом не целиком то есть, создавать там, делать дезервные копии устанавливать там, в папках это вот, грубый аналог того же самого Xworks Project то, что мы в самом начале сделали это вот аналог, кто дает на уровне хочу сказать, что мы должны делать на самом деле, сейчас у меня с вами будет немножечко отличаться да, потому что, ну, у меня сейчас уже тут каталог проектов здесь и так далее поэтому, давайте, мы с вами, я с вами буду у кого-нибудь у ребят смотреть и буду вам их строить вот, надо во-первых, сейчас вам выбрать открыть или создать любой каталог то есть, каталог проектов, грубовая это папка, которая, ну, в которой будут лежать ваши проекты вот, и нажать окей то есть, как вот вы будете или будете потом у ребят скидывать записи, видео и так далее или отмечать там открыть или создать там, галочкой ну, то есть, в умолчании стоит открыт этот каталог а вам надо отметить, что вот она это была и окей то есть, как вот так вот схематически отображаете если вы не запоминаете или или пишите там с видео ну, в общем, кто будет дописывать скажите, или никто не будет не дописывать ну, да, руководители никто не будет дописывать все читают с компьютера ну, ладно, хорошо открыть или создать любой каталог ну, давайте я не буду сказать, ну, у нас значит, у меня будет выбрать у меня не отвечает тому, что у меня открыть каталог я уже смогу открыть у меня сейчас давайте я сейчас с тем-нибудь ребят сяду и буду с ним значит ну, нет, я значит, смотрите, давайте на экран смотрите тогда будете смотреть на свой экран значит значит, что он вам говорит у вас вышло окно создать то есть, первое, что вы сказали создать новый каталог проектов показать он вам говорит создать реконструкцию это their новый каталог проекта будет тоже правильно значит, здесь есть два варианта по умолчанию скольт сервер daqui на драм Berlin другое склт сервер или копия на сети ну, здесь можно выбрать насколько я помню Другой SQL Server Элиминованная копия в сети Нажмите на всякий случай Обзор Обзор На всякий случай Обзор Значит в обзоре у вас должно быть Обязательно такой компьютер С этим Компьютер с Такой там базой данных И имя вашего компьютера Сложь дизига Нажимаете далее Выбрать нужно Другой сервер Далее Значит он говорит Открывать этот каталог Будущем автоматически Вот у меня эта галочка стоит У вас нет Говорите готово Дальше он вам выдает Дальше он вам выдает Окошечко Вы точно хотите создать Новый каталог проекта Вы говорите да Не торопитесь только пожалуйста Следующее что он говорит Нет пользователей Ускорить сервера Дизига инсайд В компьютер Желаете создать пользователя У всех это вышло? Нет Нет У нас что-то У нас что-то У нас какая-то Выскочила Так ладно Значит стойте У вас спрашивают Да? Да Так у вас Значит вот Это действие как раз Связано с этим Установкой Существует сервера И это действие связано с тем паролем Который я вам говорил Вот это надо проделать всего лишь один раз Когда мы первый раз установили дизига инсайд Значит вы говорите да Желаю создать пользователя То есть нажимаем да А ребят пока сказали ждут меня Он предлагает совершить аутентификацию Ну грубо говоря залогонить ваш дизига инсайд В SQL сервере Чтобы они там хорошо контакчили Значит первое что нужно сделать В строчке аутентификация Вместо Windows регистрация Выбрать SQL сервер обознания Имя пользователя у вас появится автоматически СА СА Его не трогают То есть ее пользователь не трогает И у вас станет активной вкладка пароль Вот туда нужно вбивать тот пароль Дез1 Доллар инсайд Дез1го Доллар инсайд Как вбивать чтобы не ошибиться Аккуратненько открывайте на рабочем столе текстовый файл Там набираете Все потом копируйте и вставляйте Ну слушайте я ж только что сказал СА ничего трогать не нужно Значит в этом окне первое что нужно сделать Поменять Windows регистрация на SQL сервер опознание Ввести пароль Имя пользователя будет со мной А вы как останавливались в SQL сервере? Как вы говорили? Ну там были две кнопки Вот на какую сказку мы нажали Ну да Кому лень совсем Можете скопировать из авторада После этого он вам что скажет Новый каталог проекта успешно создан Окей Все у вас открылась утилита проекта Как вы видите Что то похожее как у меня Значит ну давайте Кто из вас встанет Вот SQL сервер Сейчас не заслушаем А ну вы это Обзор не нажали тут Сейчас посмотрим Вот Microsoft Окей Далее Херового дела Звучит Далее увидим Один значит сейчас дайте я гляну кое что там все что то было сейчас я еще буду переставлять да да windows регистрация меняйте на скорость опознания не торопитесь вводите пароль лучше текстовый файл или открываете авторан авторан в общем подчистаем вот сколь сервер вот 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 слушать а сколько у вас этих как там фпс правильно или как там правильно кадры ну это автоматически существует можно выбрать смотришь смотришь нормально да а весь где-то по 2 кг в день по полтора пользуется на нет здесь так ладно с пацанами мы разобрались сейчас мы идем вводим 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 с вот вводим подал на здесь вводим на полотенчиком в туалете прошло следующее что надо сделать Как видите у нас есть опять некая структура похожая А вот понятное дело у меня структура 5 есть два проекта Вот мы с вами с этим обрезаем тот самый Ну и с вами с этим обрезаем тот самый Ну что надо создавать где там сверху Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Следующее Надо создать проект Давайте его создаваем Проект Проект новый Проект новый Проект Создать нового заказчика Давайте создавать Проект Проект Один Один Клиент работает с проектом Несколько Клиентов Если не уверен Лучше выбрать Опцию Мы Не уверены Говорим Нет Понятно Если вы там Делаете проект Клиент 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 очень по большому но в общем давайте делаем так я говорю последовательно я вы ее удерживайтесь а дальше уже будете смотреть на себя то есть здесь очень много я сказал будет такого я буду от центра не видеть сразу как вы уже поняли во всей этой бакой которые вы занимаетесь куча всего того который я в принципе в реальной жизни не пригодает в силу тех или иных причин спрашивать про все а что это а зачем это ни ваше время ни ваше время ни ваше время ни ваше время и ваше время поэтому моя задача чтобы у вас сейчас тут работало и как все это дело то есть важный момент который в жизни нужно я стараюсь объяснять который мне встречали то что нужно но это не нужно поэтому следующее значит он предлагает задать вы задали компьютер будет в моем проект хотите создать станцию управления в бокальном компьютере значит смотрите здесь можно сделать две опции да желаю создать и нет я хочу создать станцию управления значит мы с вами сейчас выберем нет я хочу создать станцию управления для того чтобы я показал как ее сделать в УЗИТе в принципе можно ее делать сейчас но мы с точки зрения обучения выберем где я хочу что такое станция управления станция управления это значит название того персонального компьютера который будет чиститься в системе на анти практически я concrete accord sc Miyd一樣 of как закан дорожка к soul Продолжение следует... 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 вот это вот это барабан то есть он видится, когда его прошили его нужно сказать, кем он видит М-баз или там М-баз порядка, да? ну, то удачи вам хорошо ну, я вам покажу как перепрошивать, наверное надо проделать это действие вопрос актуальный чтобы мы живем на моем компьютере на вашем так ладно а, коллеги что такое станция управления? еще раз это название компьютера виртуальное название которое подразумевает или ваш персональный компьютер или 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 диспетчерс наличие компьютера с таким названием которое будет в DDPC фигурировать мы его будем называть DDPC-01 мы нажимаем стандартно то есть для чего нужно это название чтобы например на него адресовывать все приводки плюс связывать например подсеть именно с этим компьютером поэтому это очень на мой взгляд важное название станции управления на него нужно правила выполнять поэтому я вам скажу отдельную запомнить нет я хочу создать танцы управления далее здесь нам предлагают задать папку проекта помните я вам говорил создать 3 папки где там локальном английском тимминг и 3 папки аргимпад экспопад и logicпад правильно значит создайте теперь папку Viziko Project Viziko Project то есть в этой папке Viziko Project будет храниться ваш проект сейчас если у вас в этой папке будет храниться много проектов понятное дело внутри папки должно еще быть разведение по папкам значит создавайте четвертую папку там же где вы создавали ну на самом деле необязательно там же но мы для обучения чтобы вы поняли как нужно делать что создавайте там Viziko Project никаких русских букв не должно быть в адресе он далеко верно значит создавайте Viziko Project значит 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 следующее что мы можем делать в данном ну вот я сейчас выберу Viziko Project Viziko Project и Viziko Project я создам папку Viziko Project Viziko Project потому что в муми нет Viziko Project Viziko Project Viziko Project Viziko Project полет догор так и не делал поздравляю одни услышал гугл вот эти фирм далее дальше он вам говорит в варенили что проект будет работать с месторией путь для мультсменс проект на общем диске. Хотите задать путь для папки на локальном ПК? Вы говорите да. Задаете путь папки? Задаете путь папки? Говорите да. Вам предлагается создать еще папку? Говорите да. Значит, опять у вас спрашивают про эстоит сервер, про минованную топию и так далее. Здесь уже все выбрано. Для достоверности можно нажать обзор, посмотреть есть ли здесь у нас толь сервер на вашем компьютере. То есть, вот здесь, и говорим далее. Значит, следующее. Он предлагает вам создать директорию для размещения баз данных. Ну, в рамках обучения будем делать, конечно же, по умолчанию назначается толь сервером, программ, файл, счет. То есть, например, то, где будут храниться наши тренды. То есть, мы это будем здесь. Если вам нужно использовать другую папку, вы, конечно же, выбираете использовать другую папку. Говорим по умолчанию. Папку, я могу готовить. Говорим, басу, 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 басу. Все. Папку по умолчанию назначаются толь сервером. Говорим далее. Следующее. Он говорит создать базу данных минимального размера или зарезервировать дископространство и создать сюда. Суммарный размер базы данных 200 мегабайт. Ну, 200 мегабайт, конечно, для... Да, господа, сразу скажу. Вот мы только в рамках обучения, в рамках того, что распространяем на диске, мы распространяем в SQL Server экспресс-версии. То есть она урезанная, например, в частности, 20 мегабайт. То есть для небольших объектов этого достаточно. То есть для больших объектов должен быть SQL Server стандарт, нормальный, купленный у Microsoft и там, как бы, базу данных, все нормально. На самом деле можно экспресс-версию или 200 мегабайт отправить, ну, пока не было задания, ну, не задания, не было такой задачи, чтобы это сделать. Я не выбирал. Значит, в рамках обучения мы сделаем базу данных минимального размера. Ну, конечно, я сделать 100 мегабайт, мне как бы нет. Если вам хочется, можете сделать 10 мегабайт. Значит, вопрос, можно ли потом поменять вот эту вот опцию? Можно. Да, я вам потом был показан. То есть три восстановления проекта вам можно будет поставить идеи. Ну, в общем, как хотите, я сделаю так, потом можно сказать, как вам нравится. Значит, и у проекта можно содержать символы. В общем, у нас есть бтбер и у проекта нас это управление. Говорим бтбер и готово. Дальше появляется белое окно. Мы сидим курим. Создает наш дизиго проект. Вот. Который учитывает все наши с вами пожелания, которые мы только что проделывали. Удается проект. Кликуем. Так, у всех нормально получается? Все успевают записывать? Да. Ну, ладно. А вот потом если мы берем стандарт для дизиона и то я собираю фанат. Значит, вы хотите узнать, какой версии должно быть стоить первое или что? Вопросы. Нет. Для больших объектов нужна, конечно, стандарт. Там большие объектов приходится да, для больших объектов да, да, то есть на 500 тысяч данных может быть 800 тысяч данных да, да, то есть а это все больше. Нет. тут вас понятно. Что ума вообще я не пишу а у нас не на самом деле зависит от службы эксплуатации данных не нужны она вот пришла в 9 утра и до 6 сидела и что-то там делала а потом ее не волнует выключили или по временной программе если не нужны база то сервер экспресс придет более чем то есть здесь зависит от службы эксплуатации в котором должно быть прописано вход и так далее да вот после того, как у вас все шаги выполнятся нажимаете закрыть например а вот это так нахуй я ни разу это не делал это просто скачет представляете когда он реферировал с 00 и никого информационного нагланивая если не ошибок он может подробно сообщить ну ладно закрываем значит следующее да вот то есть какой вам нужен свой сервер и так далее версия это вы можете найти в той документации помните я показывал правиль сетап надеюсь что написано какой сервер нужен какой сервер стим там насколько я помню сервис под 2 значит у нас появился новый заказчик бтф вот только мы создали здесь некая структура которая будет наполнена по аналогии с дизель форс 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 но здесь тоже можно посмотреть все наши территории мы с вами хотели создать новую штанцию управления помните каталог у нас 15 гигабайт и так далее значит мы хотели создать станцию управления отдельно давайте это сделать для этого правой кнопкой нажимаем на имя проекта так секундочку вот видите сейчас я сейчас давайте правой кнопкой нажимаем на имя проекта и выбираем новое станцию управления новое станцию управления открывается опять имя а здесь аккуратно все вводим ms01 и перепутаете 0 с 0 с буквой o ms01 стандартное название но это на самом деле оно может быть любым это я называю как бы для образца для обучения ну понятное дело не ручки надо полный стиль сделать оба значит ms01 то есть как будет называться наш компьютер внутри системы динсай значит хорошо говорим далее значит создать новую станцию управления можно как с собой активно создать новый станцию управления далее значит следующее что предлагается создать станцию управления с компьютером ms01 ну мой компьютер вот так и называется ms01 ну то есть грубо говоря создать станцию управления внутри визитный сайт виртуальный с вашим живым компьютером понятно да все значит связайте с нашим компьютером говорим далее значит данная папка не может быть ну в общем это информация где будет храниться вот здесь предлагается некие временные файлы о связи нашего компьютера на станцию управления мы с этим соглашаемся можно по умолчанию проблем говорить далее да здесь можно различные картинки нет вы же будете как делать пароль механики пароль там механика пароль пароль они заходят у них там только эти системы но я вам скажу там есть понятие area понятие я так здесь мы так не будем делать потому что там временно все нам вот так создать проект значит мастер новой станции управления ну вот здесь описание расположение мы будем просто является опять замечательная окошечка сдаваясь наше станцию управления появилась мс-01 у вас ваша теперь нужно активировать проект то есть сказать системе что сейчас будет работать именно этим проектом а не другим значит ну видите у меня сейчас активен проект знания надо его деактивировать он бывает правой кнопки и говорит деактивирует ну важно вы пока смотрите больше не станет работать на этом компьютере проект деактивируем все и теперь дружим все со мной активируем проект вот эти вот нажимаем правую кнопку и говорим активирует Желаете сделать проект активным? Мы говорим, желаем. Говорим, да. Все, после этого нажимаем закрыт. Так, а все отпускают? Отписать или что-то? Или помедленнее? Скажите, откуда я так. Так, кто отпускает? То, что нужно? А, будет нормально. Ну, ладно. Раз публики давно видно, что может быть лучше. Все, BTC, все. BTC, все, так далее. Ну, записывал. Все, прямо записывал. Все. Малышетка. После этого работа с усилитель проекта пока закончена. После этого мы будем делать бетапы и устанавливать тексты. То есть, будем делать ее метод и устанавливать. Это позже. Пока мы закрываем интеллекту проекта. Значит, следующий номер нашей программы предложения под названием систем конфигуратор. То есть, мы должны сконфигурировать нашу систему, сеть. То есть, это аналогия уже нетворк-конфигуратора, но не только нетворк. То есть, в случае контроллеров это была основная часть по конфигурированию. Это, конечно, топология сети. Здесь же мы будем тоже конфигурировать, но уже не только топологию, там сеть, лон-айпи. Ну и будем конфигурировать все остальное, там куча всего. Сеть, сайт, департон. Поэтому запускаем сеть конфигуратора, ждем. Ну, сейчас дойдем до дизигвинсайд и сделаем конверт. Он находит на пуске дизигвинсайд, дальше систем конфигуратора. Пароль, пароля нет. Ну, давайте нажмем ОК и посмотрим, что он пригодит. Давайте сигналу нажимаем. Он скажет, друг, пароль истек, еще что-то такое, в виде старый и новый. Ну, старого пароля у нас не было, давайте введем новый пароль. Введем новый пароль, у всех одинаковый. Я его рекомендую с точки зрения навадки, чтобы его не забыть. Пароль дизига, английский маленький буквально. Аккуратно введите, а то бывает ребята введут так, что я просто не угадываю. Аккуратно D-E-F-I-G-O 5-6 букв D-E-F-I-G-O Два раза ввели старый пароль. Большим буквами по период большим и маленький и справа налево. Аккуратно ввести. Аккуратно ввести. ввести. Да, ввести. Аккуратно а он у вас был? Ввести. Ну, а он у вас был? Дальше надо. Ввести. Как создать новую, мне пользуются администратор, пароль? Вон здесь вот группу пользователей, а здесь можно получить, а не можно создать, что у пользователей. У меня не открылся. Пока ничего создавать не нужно, господа. Так, ну что, все сделали? Следующая программа, нужно добавить нашу сеть. У нас же не интеграция, у нас бакнет родной. Нужно сказать, что у нас будет бакнет. Ну, какой будет бакнет и какая-то бакнет. В связи с этим бакнет. Поэтому три действия, которые мы сейчас будем делать пока в системе конфигуратора. Три действия по конфигурированию. Действия номер один. Выделяем сеть и ответ. Нажимаем правой кнопкой. Говорим добавить сеть. Добавить сеть. Значит, что нужно писать? Нужно писать имя. Давайте напишем бакнет. Бакнет. Давайте напишем бакнет. Бакнет. На самом деле, произволили. Можете подвести по другому написать. Ну, мы напишем бакнет с точки зрения и смысловой, и противополучения. Правильно. Значит, тип сети. Здесь еще трогать не будем. Здесь по умолчанию тоже нужно. Значит, следующее. Выделяем нашу станцию управления слева. МС-01 бакнет. Мы с вами создавали. МС-01. И говорим добавить. Добавить. Все. Мы назначили нашу станцию управления в сеть бакнет. Все понятно. Заходим в свойства. Свойства здесь. Свойства. Свойства. И здесь вот. Номер бакнетовского устройства. Давайте сделаем 101. Чтобы на третьей функции ни с чем это не путалось. Вот здесь устройство. Один. А, 101. Ну, по умолчанию. Вдруг у нас контроллер будет первым устройством бакнет. Дистанция будет первым. Чтобы проблем не возникло. 101. И не парим. Все. Значит, имя МС-01. Номер устройства 101. Все. Больше ничего не трогаем. Говорим ОК. И здесь говорим ГОТОВО. ГОТОВО. Да. У вас бакнет создался, да? Ну, вот здесь в правой кнопке. Выделяете станцию управления МС-01 и выделяете свой. ГОТОВО. 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 То есть, по смысловой точке зрения, что мы сделали? Создали сеть бакнет. ГОТОВО. 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 Следующий шаг. Надо добавить сайт. Сайт. То есть, какой сайт будет, у нас, ну, какому сайту будет подключаться наш ZyGN сайт. Значит, выделяем, то есть это второе действие. Значит, выделяем сайт и нажимаем правую кнопку и добавить сайт. Значит, пишем имя сайта. Ну-ка, дружно, навигатор. Какое имя сайта у вас дома надо? А, минус, минус. Сименс. Ооо. Какие вещи надо помнить. Я ждал сайт, это важное, важное слово. Поэтому, чтобы не забыть, называйте Siemens. Сеть контроллеров Siemens. Ты не пайки. Siemens. Значит, Siemens. Выделяем имя. Значит, здесь описание, так далее, это не нужно. Директория по умолчанию, вот здесь должно быть все по-английски. Да, Siemens. Все по-английски. Да, с русским не работает. Короткая Siemens. Длинная. У нас здесь куча всего разного. Она, конечно, может не реквизит. Карта приоритетов. Здесь ничего не трогаем. Ну, просто на этом трогаем. Сеть TI сразу подхватилась с нашей единственной сеть бакнет, которую мы уже использовали. Правильно? Значит, переходим в группу пользователей. Группа пользователей там. Т. С вебина. Чего? А вот, как вы видите посетки? угаясь в пакте. Может, вам не вебинать? Ты нормально в пакте? О, то, да. Нормально в пакте? О, так как. А у вас как? посетки пакта? Нормально, вот так? О, так. О, так. У меня есть фрук санги или нет? Мне вкусно, в яйце это не выпадает? Нет. Это фрук санги или нет? теперь заходим в группу пользователей и говорим, что у нас, ну какие группы пользователей будут нас в контакте с этим сайтом выделяем все, конечно же выделяем все и говорим добавить ну вот здесь есть определенные опции можно подключать, подключать переходы отключать силы в общем, за каждый группу может быть даже приоритеты по отношению к сайту расставить ну здесь расставлено для администратора этот набор значит, что у нас пользовательское обозначение здесь, если не трогайте ну, нам пока, нам это не надо говорим окей говорим окей группы пользователей сейчас решили говорим окей значит, что у нас появилось у нас появилась пайс-кина то есть связь связь с нашими контроллами мы ставим ну и теперь станция МС-01 у нас она уже есть мы создавали то согласно значит станция МС-01 мы создавали связи то есть по большому счету смотрим что у нас есть у нас есть сеть и станция управления создана и сайт то есть то, что у нас должно быть значит давайте сконфигурируем наши станции управления с точки зрения с точки зрения коммуникации вот здесь куча всяких разных вкладок мы сейчас пока зайдем в социум-саммунизм мы сейчас зайдем в вкладку коммуникации зайдем во вкладку коммуникации здесь у нас сайт синий чтобы все сразу автоматически заплатилось поэтому нужно строго соблюдать последовательность сначала создавать связи потом создавать потом уже идти коммуникации понятно да? чтобы все друг за другом подкладывалось не было проблем теперь нажимаем добавить нажимаем добавить нажимаем добавить здесь можно добавить нажать еще раз добавить два раза добавить нажимаем в мастер подключения ну сейчас номер соединения 1 значит ну здесь смотрите есть тип нижнего протокола ip, port, long port и cp port мы конечно же выбираем да вы выбираете ip ну давайте я пока ip ладно значит пишите я пишу ip я выбираю пока ip port и пишите имя порта ну давайте напишем произвольно ip да пишите ip да то есть если у вас связи с блокной процедатором конечно должно писать ip то есть порт физически чем вы получаете информацию карточка у нас или лон значит все имя пишите ip ip port далее значит здесь смотрите первое адаптер то есть привязать к вашему карточку ну я не люблю это я вот говорю пишите ip адрес ip адрес фиксированный и пишите здесь ip адрес вашей cvk хотя на самом деле можете выбрать здесь cvk ну вот я так все так так все как у вас адрес 10 100 1 10 10 да смотрите для подготовки напишите в общем ip адрес можно привязаться к адаптеру можно привязаться к ip адресу вот здесь напрямую понятно что написали ip адрес что я вам рекомендую по этому поводу первое я почему начал наш сегодняшний день с того что я вам рекомендую сделать все проделать дома выделить 2 часа времени всего лишь и сделать принт скрины каждого шага там 60 этих принт скрина получится и хронический компьютер то есть по шагу что зачем делать чтобы не добыть у меня эти будут они у меня есть но я их вот просто так чтобы найти все не раздаю объясню почему коллега залывался потому что я понимаю люди все ленивые вот с точки зрения вот я вам еще дам принт скрины вы о у меня есть и забыли а так если я вам их не дам вы сами проделайте запомните и вас в голове больше оставят значит поэтому конечно если вас заломает все это делать или вы забьете на то что делать и через месяц и говорить а принт скрины не сделал и вообще все забыл я вам их скидываю но сейчас а пока у вас все снежо Я в надежде на то, что вы сами все проделаете, я вам ничего не дам. Понятно, да? Но только не надо месяц ждать, чтобы я вам потом взял и выставил. Неправильный подход. Я как бы не заработал, как я не заработал. Ну, на самом деле, зачем тратить время, когда я его уже не тратил. Значит, да, когда все сразу на лету схватывают. Ну, и все же такие, как вы. Что просите? Зачем потом тратить время, когда в голове больше осталось. А зачем? А зачем в голове что-то было, да? Да, естественно, было. По такому же принципу потом. Я объясню, почему. Потому что вот та механическая последовательность шагов, то, что нужно делать нам. Да, узная ее, не понимая ее, сделать можно. Но поймите, на объекте он может быть в руку сдачей. И вот проделывая это, вы невольно начнете понимать, что вы делаете сами, если вы будете делать. То есть, помимо того, чтобы узнать последовательность, вступили на конечный план, вы еще хорошо бы понимаете. Вот, имея на листочке или на бумаге, там, вы имеете только возможность повторить. А понять нет. А я как бы хотел, чтобы вы еще понимали, что делали. Понятно, да? То есть, вообще, я в свое время как делал? У меня была шапонная запись Павлова, я его слушал и вот так вот сидел, все повторял, делал. То есть, я вот так вот, говорили, делал. То есть, не думайте, что я халяву такую. Поэтому, это, совет такой. Понятно, что для тебя, наверное, ничего не гонит. Вот, как коллеги с Касандаром, он любит, чтобы и то, и то, и подешевле. Я вот заметил, когда ездил, а кто так любит? Так вы почему больше всех так любите? Я вот... Да, во-первых, почему правильно, действительно, что он... А, в любом моменте, что он на полно... Ну, а зачем там, по-вторю, если он так... Ну, видео, 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 видео... Вот, видео, 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 видео. Ну, опять же, дав им эту запись, вы не сделаете. Вы же и смогу, как я... А, не, мы в нужных листах это... Размойем, размыть... Да, вы разбойте и... Что остальное? Так, ну, в чем, в чем, в чем, в чем... Ну, что, из ценулу карту все видели? Или нет? Да, да. Значит, господа, следующее. Вот, третья опция, которая у меня... Что написано? Симуляция контроллера. Правильно? Если вы хотите потенцироваться в графике и с симулятором контроллера, то, соответственно, можно поставить эту галочку. Значит, что здесь нужно сделать? Да-да. Давайте я вам покажу, а вы посмотрите. То есть, если мы просто выпущем симулятор контроллера, а там укажут реальный адрес, где симулятор. Я сейчас скажу, укажут, что код он должен управлять. То есть, там, симуляция все равно будет делать, да? Да. Симулятор просто оставить не получится. Если кто-то оставить, он будет же, да, оставить настоящую контроллеру. Ну, точнее, будет ожидать... Ну, будет ожидать реакцию от настоящего контроля. Да. Значит, что нужно здесь сделать? Вы аккуратно ее напишите или запомните, как-то у нее. Я сейчас захожу в «Слой службы к менеджерам», захожу в «Смичи». Для того, чтобы показать, а те адрес, которые мы можем заплатить, и форт, и так далее, здесь это взять. Я это делаю один раз. У меня все сразу получилось. Ну, сейчас подскажу, когда я смотрю. И расскажу, какая последовательность, соответственно. То есть, последовательность работы с симулятором в «Вуфоркс» вы поняли, да? Ага. Значит, ну, давайте еще запустим «Айс-симулятор». То есть, вот, грубо говоря, вы зашли в «Вуфоркс», оплатили программу, выпустили «Айс-симулятор», «Панков», «Отработы» и так далее. Вот симулятор. Вот симулятор. Все, симулятор готов. Значит, дальше, кто уже купил. Вот когда вы делаете «Коннект сайт», «Коннект сайт», вот здесь у вас появляется сим. Сим. Вот сюда заходите, и вот здесь есть такая вот вкладочка. «IP-адрес», «BDMD-адрес» и «Fort Number». Вот еще вот эта информация достаточно, достаточно, чтобы прописать ее в верхнем уровне. То есть, грубо говоря, вот видите, «IP-адрес» уже, прописывайте «IP-адрес», «Откуда по 27-001», он фиксированный, как правильно, здесь что-то делать не надо. Прописывайте «Этот-IP-адрес», дальше, ставите, значит, «Автоподбор номера порта», насколько я помню, «USVP-Fort Number», в общем, «Автоподбор», вот видите, «Автоподбор», «УДП-порт номер», то есть «Автоподбор», следующее, ставите галочку, регистрация как сезонного устройства, или иностороннего, здесь ставите галочку, вводите адрес, который указан вот здесь, «П-библи-адрес», тот же самый, «F2701» Нужно поставить форт номер от 0. Вот здесь ставите форт номер от 0. Понятно, да? Вот так нужно прописать симулятор. Потом готово, и у вас все хорошо. То есть вы прописали симулятор и готовы. Что делать мы с формцией? Вот эту программу, ее нужно оставлять открытой обязательно. То есть, значит, у вас симуляции не будет. То есть, когда вы делаете, вы просто не забываете отключить от сайта. Отключаете от сайта, отключаете от сети, но не закрываете форт симулятора, не останавливаете его. И дизайнер сайтом аккуратненько подключаете, он у вас видит этот контроллер. Значит, еще раз. Я, по-моему, уже говорил. Значит, вы можете одновременно подключаться к сайту с одного порта только одним приложением. То есть, у моих есть uB-iside, который для подключения к сети контроллеров использует вашу сетевую карту. А есть и zXworks, который использует для подключения тоже вашу сетевую карту. А вопрос, могут ли одновременно два предложения и zUb-iside, и zXworks через один порт одну сетевую карту подключать на сетевую контроллер? Вопрос вам. Все. Значит, можно ли одновременно откладывать Какая разница, у вас порт виртуальный используется? Нет, еще раз. Процесс connect сайт и дисконнект сайт это открытие порта и подсоединение сети. То есть нужно отключить сайт или сделать дисконнект сайт и освободить ваш порт. Сами Xworks и все остальное может не закрывать. Оно может работать без проблем в фоновом режиме. И сайт может работать. Оно может работать одновременно, просто вы не подключитесь к сайту. Да, только сайты включает дисконнект сайт. Да, только сайты включает дисконнект сайт. Еще раз скажите, где симулятор. Омулятор находится в CFC, вот здесь ТКУ. Дальше АЛАРН-симулятор. Или вы хотите знать, как труда так может быть? Нет, только я знаю. ТКУ, АЛС-имулятор. Так, АЛС-имулятор. А, ну понятно. Потому что у вас контроллеры не сотуют. У нас, еще раз. Эта ошибка уже была у Казантов. Значит, или у Хабаровцев. Значит, раз создаете проект, создаете контроллер, симулятор работает только для соток и соток контроллеров. Соответственно, если вы создаете 6-й, у вас это не будет. Кладкая симулятор. То есть можно только уметь где-то скрываться. В системе ТКУ и соток контроллеров. Где-то на bank. 6. ТКУ. Почему он так не любит? Еще погоди. Стол. Стоит дойдет. Я уже чувствую стол. Чуть. Достаточно. Не надо. Немного. Дальше. Дальше, какие-то. Начинаешь, что-то рек due to the cell. В речи не знаю? А может быть, там, что-то вниз. мы начали сидеть на фигуратор но прожить и у тебя же было, но он не читается не читается, вдруг алипинский а график генератор ну вот это подвал он с камень можно установить да, он старт обычные защиты что делать, как сделать с симулятором все понятно отлично все молчат непонятно что нужно делать дальше дальше закрываем с симулятором перекрываем все вы должны нажать фонд офис готово готово значит что делать для лона я сейчас сделаю для лона с симулятора и добавить лон и метасилон далее если не пробую если ничего не меняли в лон при программировании контроллера это можно принять соответствие то есть у меня ID 1 входной вот открываем значит говорю готово драйвер подкладывается говорю готово все у вас появился у меня лон появился а вот например я суммаризирую 2 маленькие IP извините переговор а антон он лон так еще раз по умолчанию лон карточки или я коннектирую лон значит простите коннектируем компьютером мы сейчас говорим о коммуникации коннектируем чем вы будете коннектируем я не знаю в отличие карточки и да так много лучше зайти а я знаю что заложили а что заложили я говорю они что заложили ну и все если карты есть нет карты понятно да у меня карта оборудована IP а что если оборудована значит что говорим готово говорим готово у нас в видео появляется лон письменные описания видите лон лон все хорошо говорим окей после этого все коммуникацию сеть сайт мы с вами сделали можем смело спокойно закрывать конфедератор системы под название нужно сделать все открываем приложение под названием сейчас базу данных будет парк здесь это действие значит то что мы сделали до этого в принципе это делается один раз для каждого проекта ну сделали и дальше все у нас стабильно работает сейчас мы будем делать импорт баз данных вот это надо будет делать каждый раз когда вы какие-то изменения произвели в программе экспорт каждый раз эти базы данных надо будет данного подсовывать в сайт значит когда образовываются вот файлы с расширением xd xd сейчас мы с ними настройки они образовываются при компиляции программы по моему даже при полной компиляции то есть можно просто прокомпилировать программу для заливки и у вас там правильные файлы образуются и их можно подсовывать то есть если вы сделали изменения в в программе все добавили какой-то аналоговый вход надо обязательно заново сделать импорт баз данных понятно да или непонятно для каждого контроллера значит импорт баз данных для каждого контроллера вот здесь твердой версии он делается массово то есть вы выбираете галочками контроллера и все в порядке а для третьей версии нужно будет скажите там вот заморозить это очень вот плохой момент третьей версии каждый контроллера один здесь можно заходим все программы выбираем дата бейс а у дата бейс и по петли вот спрашивают опять пароль пароль гидин который мы с вами задали пароль который мы с вами задали пароль используется с конфигуратором системы здесь этот пароль петли я все закрываю чему ему стоять за мной xworks ладно хронский может работать но все остальное поработало 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 и то же самое он микроконтроль да наверное так следующее ну что у всех открылся импорт баз данных чего а что сказал что мы должны сделать во-первых мы должны один раз вот здесь опять же разделяется два при импорте баз данных первое импортирует системные файлы второе импортирует системные файлы можно сделать пасы и больше его не отберут значит какая у нас система будет опять же есть разные системы бакнет устройство айтек лпс контроллера наибол контроллера 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 из контроллера первое что нужно сделать нажать кнопку импорт система и файлы нажали удостоверили что мы уже в ней находимся открываем развертку которая у нас находится rms01 раскрутку развертка вкладка 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 у нас Ivana удастся Галочки. Он просто обед нас вообще убьет. Просто размажет. ч в в м в в в в в Субтитры сделал DimaTorzok 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 конечно же я вам показал для общего развития где он по жизни находится в проекте в импорте баз данных это делается проще указывается путь на этот файл проще смотри что нужно сделать то есть понятно где находится вам нужно запомнить вот эту абракадабру нет не запомнить а просто что должна абракадабра а какая она не важна опять их найти все импорт проекта и правило делать вот здесь ищем указываем нашу абракадабру я выбираю свой проект вот здесь вот вы видите абракадабра появились сразу я ее говорю окей ну здесь у меня появляется уже сразу он его подкладывает если было 20 контроллеров то здесь вывалило 20 контроллеров а вот теперь большая неприятность для коллектива сферии а вот вам здесь где-то показывает на ваш мябракадабра он не понимает слабый контроллеров значит у вас а вот эта версия цель из опорок нарушал на 6 выводите в FosterSuite по мнению Теперь выделяем наш .xfile, здесь смотрите, есть заменить входы базы данных системы, поставить галку, удалить устройство перед тем, ну, перед тем как-то. Ну, если вы, грубо говоря, первый раз ничего делать не нужно, никаких галочек ставить, ну и потом не нужно. Если вы, грубо говоря, создали контроллер, его импортировали в базу данных, он у вас живет в базе данных, потом вы удалили контроллер, то можно, конечно, вручную удалить контроллер из системы, ну или можно, например, его заменить, если вы там что-то имя поменяли или еще что-то. В общем, обычно этот галочек, ну, обычно, если вы какие-то галочки делали небольшие в рамках тучки в контроллере, то это галка ставить на галку. Ну и первый раз тоже ничего в галке не нужно. Говорим импортировать. Далее, дальше, да, для всех. Все, у нас получается 49, ну, ну, в общем, это галочка, грубо говоря, если вы хотите контроллер, вот хотите импортировать контроллер AS01, а он у вас уже был в системе, то есть если вы хотите удалить тот, который был, и вместо него AS01 подходит, вот дайте ему галочку, когда у вас данных. Она использована, если не часто, аккуратненько, лучше вручную удалять системы сами, потому что проблем не будет. У всех рули? Отлично. Значит, как удалить вручную все это дело? Ну, вот, например, заходим, удалить проект. Вот здесь открываем, ну, у нас база данных, видите, наш уже контроллер AS01, то есть наш экспайл. То есть лучше удалять здесь вручную, ну, удалять, это, то же самое. То же самое. Задание и удаляем. Если удалить систему, то же самое, видите, если удалить систему 1-1, так же, то же самое. Короче, вы выделяете, галочки встаете, здесь вот задают. Все, импорт баз данных мы с вами сделали. Я немного не понял, импорт есть файл, есть система. Значит, первое, импорт система, это вы делаете один раз при создании проекта, импортируете системные вещи из койл-сервера в базу данных вашего проекта. Импорт с файла вы импортируете информацию в базу данных о вашем контроллере в ваш проект. Три изменить программы в контроллере нужно делать каждый раз, да. Импорт проект из файла. Импорт проект из файла. Все, закрываем импорт баз данных. Закрываем импорт базарный. Господа. Закрываем импорт базарный. Вы сейчас увидите. Я вам сейчас в дизиклисайт покажу для чего он нужен. То есть на что он влияет. Да, правильно. Точно, правильно. Точно в дизиклисайт. Нужно не верить. Вы можете взять. Вы можете взять. Вы можете взять. Вы можете взять машину. Да. В смысле, погодите. Еще раз так. Старая машина. Новая машина. Новая машина. На новой машине у вас используют ли есть? Программа. Которая же контролирует. Вы на всеми уходите. Это уже. Эти файлы есть у вас? Живем. Мы не можем. Да нет. Представляем. Вообще, эти файлы, они есть в проекте дизиклисайт. То есть по-хорошему, вот, то, что я вам говорю, помните. Вот мы создавали с вами дизиклип розык. Нет. Ну, это дело. Мы можем просто выбрать. Старая машина. Для дизиклиса. Для дизиклиса. Для дизиклиса. Для дизиклиса. Для дизиклиса. Для дизиклиса. Да, вот коллега очень правильный вопрос задал. Значит, смотрите, господа, послушайте все. Вы потом увидите, опустите это. Значит, как делается обычно в жизни? Почему вообще вот эти файлы есть? Почему они нужны, на мой взгляд? Почему вообще так? То есть пришли, ребята из Табаровска набьют. Начали его делать. Запрограммировали все. Сделали дизиклисайт. Все. Ждут подписания актов. Понятное дело, заказчик может какие-нибудь деньги выплатить или будет там тормозить и так далее. Ребята работу выполнили. Все. А заказчик там мозги платить. Понятное дело, если заказчик потенциально может с деньгами провести, продинамик. Исходники ему оставлять ничего не будет. А дизиклисайт должно работать. Чтобы акты вроде бы писали. То есть исходники, понятное дело, на компьютере не оставляются совершенно. Оставляются только ex-файлы. То есть вы, заказчики на компьютере, должны оставить эти ex-файлы. Без них у вас дизиклисайт работы не будет. А исходники нет. То есть два файлика. Точнее, для каждого контроллера нужно оставить на компьютере по одному файлу. Все. Никак они из этих файлов, вашу логику программы облегчить не смогут. Потому что там и нет. Это просто, чтобы была связь с контроллером. Понятно? Да. Исходники у них дизиклисайт не запустят. Не будет связи с контроллером. То есть ex-файлы должны оставаться на диспетчерском компьютере. Далее в ex-файлов месте и где. Если он дизиклисарт пространства контроллером, то койтор он и койтор-то просто. То еще раз. То есть это контроллер вот так подходит один. То есть третий сутчер на двор, два и два, два и два. По росту пайловам. Я, опять же, я как человек, не любящий это дело, я знаю, где это есть, куда нужно смотреть, я вам покажу, где это, а вы дальше или сами разберетесь, или меня опять я потому что не разбирался в этом, потому что на мой взгляд фактического мнения это не несет. Это мое мнение. Это мое мнение. Значит, нужно смотреть, вот, где это сделать. В общем, вот это опция, вот, data on time. В общем, почитаете, что это и так далее. Понятно, да? В каждом проекте есть и какая-либо складочка. Напоминаю еще раз, что сделать можно только для фото или фото с тобой. Запомнили? Только для них. Значит, все, господа, в принципе, все запуск у дизигный сайт у нас готово, кроме нашей правил лицензии. Давайте теперь активируем наши инженерные лицензии. И допустим, дизигный сайт. Вот что-то, да, в статике инженерные ключики стоят уже, да. Ну, нет, ну, у вас ключ есть один? Да, 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 да. Ну, что, до свидания. А что же вы не это, госинцы? А почему сейчас об этом говорите? Почему вы сейчас об этом только говорите? Вы могли один записывать, а другой госинцы загонял? Не надо было сказать. В коллегии Новосибирск он сказал. Сейчас вы, грубо говоря, будете все эти смотреть. Ну, это правильно, Раджи? Неправильно. Ну, что, один ездит, один смотрит, другой едет. А как вы хотите? Ну, вы взрослый человек. Мы первый день, второй день столкнулись с этим проблемой. Я сказал, что у меня нету второго ключа. Нету, пока я делаю. Поэтому давайте, кто-то из вас сказал. На самом деле, можете не ехать, просто вы останетесь без знаний, зря поведете людей. Я вам сказал, что вы ездите подальше. Конечно, можно выйти из ситуации, мне, грубо говоря, сейчас сесть с кем-нибудь из пацанов за компьютер и делать вместе с ним. Ну, это так, это надо сюда вот коллегии Новосибирск вкачать. Или вместе коллегии Новосибирск согласились с самой связью. Ну, вы сами с ним договаривайтесь. Сейчас вот я показываю дневный сайт, грубо говоря. Мы выпускаем дневный сайт. В итоге видим цена работы. И делаем перерыв. Дальше я рассказываю, что есть дневный сайт. Рассказываю, как сделать аварии, как их мастеризировать. Про аварии начинаем. А вы думаете, что вы будете делать. Если вы говорите с коллегами Новосибирскому, ну, договоритесь на отзор. Поговоритесь, что вам происходит. Думаю, кстати. У меня, к сожалению, нету мелкого противника. Я бы получил, кстати. А тут 38-й, 35-й караман. Для квалитарных. Дальше. Значит, следующий ход. Что нужно сделать? Я подхожу к коллегам Новосибирска. Буду снять пока. Значит, следующий ход. Что нужно делать? Заходим в мой компьютер. В директорию, где у нас стоит дневный сайт. Где у нас стоит дневный сайт. Директория. Ну, например, D. У меня D. Программ файл. Папка C.U. Дальше папка . И папка . Здравствуйте. Значит, сюда вы в эту директорию копируете свой пайлик под названием. RU. Инсайт и номер вашего ключа. Да, вы правы. Можно и с самого. Я вот такой вот самый правильный. Рассказываю. А может, я забыл. Здорово. Можно сделать под конем сейчас. Перерыв. Обед сделать. Чтобы коллеги там не сильно напряглись. Чтобы по минимуму пропустить. Если все не против, то я не против. Если кто-то против, то не против. Если кто-то против, то не против. Нет, конечно. Ну, бежим. Ну, сейчас мы посидим. И пойдем. И пока что там коллеги не отходили на сбегалку. Вот почему мне казалось. Какой вот этой слабость? То есть, урана между словами. Ну, с чего вы думаете? Контроллер. Ну, точнее, там контроллер. Так. Вот. 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 В архиве он у вас есть. Я вам дала на красный архив. По названиям вашей компании. У вас был. Эээ. 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 Ээ. Эээ. 羅 HEI. Эээ. 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 дима спорта карточка тридцатый структур изобретатель цену ч ул Ну ладно, тогда дождемся. Так, мы что скопировали, ставим всех. Закрываем папку и открываем честный сайт. Закрываем папку и открываем честный сайт. Слева, видите, в имя компьютера появился вот такой вот файлет. Регфайлет. Вот на него клепите левой кнопкой два раза. И он у вас автоматически открывает тройку и так далее. Иллюстрирует лицензию. Понятно, да? Значит теперь, как посмотреть, что у вас в лицензии, какие опыты есть, сколько точек данных у вас на данный момент больше физических, плюс там все остальные мультинации, о которых я расскажу сейчас. То есть скажите своей, сколько точек данных используется. у кого на четырех лет? Тример. Вот. Честь. Забыли. Тример. Да. То есть вопрос. Как, где увидеть количество точек, которые у вас используют сейчас в программе? Когда у вас спрашивают, то есть у нас как по точкам контроллер социальный. Додмуксок точек данных. Понятно, да? Если не так посмотреть, можно в этом картине. В зависимости от карточки. Значит, здесь есть карточка FNX, есть карточка. Я не знаю, как. FNX рассмотрит на сколько, я не помню. Значит, в ваз там бывает сто четырех тысяч. 20 тысяч это стоит максимальное количество, с которым можно оперировать с помощью вашей инженерной лицензии на Excel. То есть вы можете запрограммировать 20 тысяч точек данных. В жизни такого еще ни разу не встречалось, скажем сразу. То есть в максимале я знал, ребята со всеми откатами, чтобы денег там поправить заказчикам. Заказывали на 15 тысяч точек данных. Лицензии есть. Соответственно, количество лицензии, точек данных, на которые у вас поддерживает ваш инженерность, 20 тысяч. Значит, когда вы заказываете объектовую лицензию, я вам рассказывал про разницу между лицензией объектовой и нет. Нет, значит, что-то в целом. Что такое? Вам не оставило? Мы нам только сказали, что у нас ключик, кто тот, который ворованный. И все. Хорошо, ладно, давайте по порядку. Смотрите, есть два вида лицензии. Первая – это для программистов-инженеров, которые запускают. Вторая – это объектовая лицензия. Значит, первая лицензия, которая вот сейчас у вас купили, там, всю вашу организацию, это объектовая лицензия. Ну, на самом деле, на инстайд это объектов. Означение только на сложности. К нему прилагается лицензия на инстайд с максимальным инстанционалом. То есть, вот все то, что может быть. Все веб там и так далее. И плюс, лицензия инженерная на Google, она рассчитана на 20 тысяч данных. То есть, вы можете запрограммировать на день, с контролем. То есть, получается сколько, если 20 тысяч, то здесь с контролем все так можете запрограммировать. То есть, 20 тысяч данных можете запрограммировать в замке одного проекта. Вот. Значит, это инженерная лицензия. Она позволяет, как бы, разрабатывать. Понятно, она позволяет разрабатывать, играть и все. Значит, будет огромный запас ключ. На Google. Значит, объектовая лицензия покупается на объект по жизнему. Она покупает какое-то определенное ограниченное количество и так далее. И она покупается с определенным функционалом, который нужен. То есть, например, должен у нас разделить францлайн. Мы знаем графики. Значит, нужно редактировать графики. Может быть, и нужно. То есть, не смогут эксплуатации разрабатывать данные графики. Это всё в зависимости от пожелания заказчика. Это заказывается мануально в каждой курсе, по жительной серии. Это всё. Что из себя представляет резервные лицензии? Два ред-пайлика и один юридичный ключ. Что из себя представляет резервные лицензии? Один юридичный ключ. Такой же. И один ред-пайлик. которые остаются по жизни наоборот соответственно каждый оптимал сейчас ставим свой файл то есть ребята являясь эксплуатацией объекта он бессрочный то есть если они забьют через год за год они все запрограммируют скажут нам нахер больше программируют вот они между них тема ключ с файлом бессрочных а он бессрочный получается все возможности дизига они десятку все возможности дизига а программирование захотим продолжать то есть захотите что перепрограммировать то будет продолжать в течение года максимум или меньше а то что вы уже там по графике и опять же момент то есть допустим если у нас эффективная цель например там 10 тысяч а у нас там 9999 одна соботная цель то есть мы с вот этой целью которая сейчас у нас мы уже количество точек мы можем покупать контроллеров и все где то можно дать еще хорошо вопрос тогда а в случае у вас еще останется ваша компания и можно обновить и еще увеличить по случаю расширения например системы было там 5000 точек да построился рядом вторая очередь еще 5000 точек то завести сюда нужно то скорая цель не будет скорая а если нет он говорит я хочу 6 5 то 5 ну можно сказать что это если вы даете мне 1000 то есть как что прям я понимаю форму свою вам рейхпайер новую а железяка та же самая остается вот такой момент у меня на 10 он рейхпайер а насколько я знаю глава г из л давайте я угадал к новостей обе р о пульс ф но он и пара в в в в в в большинстве в вот они куда прошлый gotten году мы отошли на этого а здесь будет решение программа вот плюс 4 6 4 0 вот здесь Заказчик 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 Диана Заказчик и так далее. Дописать на объекте пока будет неприятно. Объект, поэтому вы отключите поддельные администрации и жена на лицензии 100 лет на объекте. Поэтому вы будете потом... Ну, в общем, расписку писали с большим штрафом, если жена на лицензии будет первая работа. Человек должен быть вас обрежать. Вы с ней будете год сходить 20 тысяч. 20 тысяч точек они и отнимаются? Ну, на один правильный. А правильность возможно 50-10. Какие действия, когда ключик потерял? Нет, нет, то есть реально продумали. Кто-нибудь из пацанов ушлых сейчас спросит. То есть есть пацаны умные, а есть пацаны ушлые. Нет, ну он же маленький, его можно просто реально потерять. А вы цепочечкой его к ключам. Теряли? Ну, я же сказал, что коллеги потеряли. Какой штраф? Штраф еще плюс новый надо покупать? То есть ты платишь штраф? Ты говоришь, что я потерял ключ? Ну, новый, новый, новый. То есть только жилет. Топ-кет. Цельстарь сам остается. Ну, может быть, у вас с группой коллеги, которые нет, будет ключ на номер новой коллеги. Короче, штраф. Вот штраф был, может быть, кто-нибудь везет. Я не знаю, кто-нибудь везет. Я не знаю, кто-нибудь везет. И терять, например. И полицейское устранство. Это же мы пострадали. Это же мы потеряли. А почему вы еще штраф должны платить? А потому что вы выключали собственно, что вы получили совершенную коллеги, но у вас появлялся. Вам предоставляет измерная инфляция. То есть обестровывается у него в гостеряде. А измерная нет. То есть имя вам ее передалет, как бы, пользуясь. В общем написано, что она является собственностью серией. Ну, то, что я сижу тут с вами. Дрррр. Что вы тут делаете? А вот то, что вы... А девушкам приходил и сказал, что он бесплатный у нас обучает. Вы меня с своими девушками жетонами называли. А вот нам, смотрите, не делали. Да, бесплатный. Да, бесплатный. 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 Девушка... Ну, ладно. Бесплатный мы бы от тех, кто попорный. Повторный она имела группу вас. Поэтому, то есть вы по большому счету должны быть повторный. То есть что-то она играла группу. Ну, пусть у нас коллега повторный, это именно классный у нас. Ну, ладно. Если вместо него себя кто-нибудь другой должен. А разница. Кстати, а какие курсы еще проводятся плавно утром? Бесплатный. Интеграция. Если мы захотим посетить курсы интеграции, нам что нужно? Да. И все? Согласно. Нет? Нет? Да. А с каких дня вы курсы? Пять дней. Записываться надо. Водарим. Ну, на самом деле, варочек не могут. Водарим. Один коллега не будет ничего говорить. Хорошего плохого. Ну, последнее время. Я просто скажу вот резко. Он считает, что люди должны быть очень опытными. Очень хорошо занимаются воркс. И ведь опыт запуска есть несколько объектов. Только после этого он считает, что человек достаточно очень трепетен. и все-таки трепетен. И это не просто. Трепетен. И варочек. Ну, главное. То есть, соориен планируется еще курсы интеграции не переберать. Так. Сказал к ответу, что это очень грустно не хочет. Вон. Последнее курсы от него были. Потому что группы не выбрали. А, а, имеется в виду. Какого-то есть понимаешь? А, вообще не жиловище? Ну, нет, желающие на самом деле были. Мы прошли. И вообще не понимали. – Спецконтроль? – Ну, я не знаю, что-то нет. Я делал это. Я делал факт. Последние три раза. Неделя была планирована курс, а ты не леял. И так перед пунктом у нас и не леял. – Как часто бывает? – Ну, не так часто, как это. Ну, бывает раз, два, семь. Ну, в августе планируется. Пока очевидно. Вот в Кениле буквально неделю-две назад. То есть компания Порпион еще и Порпион. Мы тоже не кормим. – То есть мы сейчас подцепили лицензию, в общем-то все? – Да. – Значит, смотрите, что я еще вам хотел сказать. То есть количество точек, все понятно, да? Что за цифр, что или почему. Вопросов ко мне нет, да? По точкам. Что такое объектовый инженерный, я вам рассказал по поводу, наверное. – Значит, теперь, господа, значит, вот это вот все, вот это вот все, вот это вот фишки, вот это вот все, значит, вот те дополнительные опции, которые заказывают на объект, там, наличие СМС-кредитов, они здесь вот все прописаны как можно, все есть. И даже в некоторых местах, видите, прописано даже не по одной, а по 10, например, это сессии. То есть вы можете запрограммировать систему, где будет 10 компьютеров параллельно смотреть тренд. То есть до 10 кадров. Насколько заводочных требований, что вообще круто. Вот. Значит, 10 человек могут через интернет и так далее. И, наверное, смотреть, что, чтобы, то есть и на объекты остается включать, вообще, возможности этого фишки. То есть, выкладываете, кстати, да, цепей, они же поздравил их объекты больше не будут, и у них никто и не будет объекты. – А вы их оштрафнуться за это, что у них инженерный отличный объект. – Чем я? – Ну, они, ну, более, такие, какие простые смертные, как ГСС и ДВИИ. Ну, это все, они все, они все, и 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 все. Ребят, немножко не сравнивайте. Ну, ухо-котлет надо отделять. – Грязок. – Вот. Значит, Икея, они, то есть, они вот ставят этот ключ, могут, как бы, 10 коллег людей могут, наверное, там, продаваться 10. Вот видите, вот. Трендгивер, вебтайм, вебшелл, все, 10 человек. – Если есть веб диспетчеризация. – Значит, вебтайм, тут я бы сказал, в принципе, все по 10. – Если есть веб диспетчеризация, там есть какой-то открытый IP адрес, то одновременно на этот IP-шник может зайти только один человек, если будет прописанник дмитчка. Так, что ли? – Ну, на IP-шник, в общем, один дизайнер, не привык к тому полу. – А от другого? – А дизайнерсайд, она вообще поднимает веб-сервер сама по себе? Веб-сервер поднимает? – Поднимает, поднимает веб-сервер? – Значит, поднимает. – Она сама по себе является веб-приложением? – Нет, там веб-криатор, там дает веб-проект. – Сама по себе она, как бы, к вебу никакого отношения не имеет. – А, ну, все правильно. – То есть, без этих дополнительных действий дмитчка не очень не понимает. – Вот, то есть, что такое вот эти цепи? Значит, мы с вами в курсе дмитчка и цепи веб-приложение части действий по большей части рассмотрим. Поэтому, пока может быть не понятно, какое и зачем, но я расскажу, что смогу вам покажу, что смогу вам скажу. Значит, давайте еще один нюанс насчет точек данных. Давайте посмотрим. Зайдем все-все, ну, я зайдем, а мы посмотрим. И потом запустим, двигаемся опять в крайних кругах. Значит, как точно понять, сколько точек у вас дало? Если вам рассказали некоторые фишки, вы их запомните. Это очень важно. Ну, для меня, партнер. Особенно полезно на детей. Ну, например, я считаю, что edit.io.adresses, edit.io.adresses. У меня было в системе кописторинг-путовщик, правильно? Как видите, здесь у нас далеко не четвертый. Понимаете, да? Значит, в чем нюанс, в чем хитрость? Есть хитрость. Раздели. Первое. Значит, бакнет-цинки, которые организованы не на входа-выхода, а в частности, например, на тренду за организовывали бакнет-цинки. Видите, здесь смотрите. Вот это точки данных не считается. То есть, можете послушать, можете на записать. То есть, первое. Не считают бакнет-цинки, которые организованы не для входов-выходов. Они не считают, то есть, например, для тренда. Значит, если организованы для входа-выхода, то есть, например, для одного баку, то есть, 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 то есть. Вот я это сделаю, готов к этому нему. Вот, если я, например, ставлю сюда эту ссылку, здесь скажем B. Но у меня примерство… Смотрите, здесь я эту ссылку… О, в бакнет ссылку, ставлю какой-нибудь аналоговый вход, например, вот сюда. И вот здесь укажу B, бакнет, скажу, вот так вот. Здесь у меня будет ссылка. То есть, вот эта вот точка данных, она считается как точка данных, потому что вы привязали бакнет ссылку к аналоговому входу. То есть, грубо говоря, как определять, какие бакнет ссылки, как они влияют. То есть, если она связана с аналоговым входом, аналоговым выходом, в бинарном входе, то это считается. То есть, это как-то связано с физикой. Это считается. Значит, понимаете, то есть, к всем точкам у нас прибавится количество бакнет ссылок, которые, например, в рамках двух контроллеров в одной сети как организовать передачу одного сигнала в другой бакнет ссылкой. То есть, просто связь вы не кинете. Вы должны быть организовать бакнет ссылку обязательно. И адреса входов, выхода одного контроллера. Да, то есть, в другом контроллере, вот у вас в одном контроллере датчик наружной температуре, напрямую связан с датчиком. В другом контроллере, господа, вы слушайте все. В другом контроллере вы создаете аналоговый вход, прописываете там бакнет ссылку для аналогового входа, то есть, это считается точкой данной. Значит, выхода не надо организовать с того контроллера, куда подключим датчик наружный воздух. Что можно и выход так же будет, не важно. То есть, если вы в качестве адреса сигнального прописываете бакнет ссылку для аналогового входа, бинарного входа, для скретового и так далее, то это считается точкой данной. Нет, чтобы в другом контроллере, во втором, прочитать температуру наружного воздуха, нам необязательно в первом контроллере организовывать бакнет выход с этой температурой. У вас есть аналоговый вход в первом контроллере? Он уже в бакнете виден, да? Он уже есть, да. Вы просто копируете его ТД тем, как он сегодняшний, вставляете в другом контроллере, в другом аналоговом входе. То есть, грубо говоря, вы транслируете значения по сети. То есть, получается, и в составе вот этой ссылки префиксом еще будет дополнительным являться сначала имя первого контроллера, да? Нет. Нет? Я не продолжаю быть уникальным. Нет, я понимаю, что контроллер в сети. Ну, вот видите, у вас контроллер нет, то есть, у меня же сказал, что у вас все сдержимые чатов складываются. То есть, грубо префикс, там нет контроллера. У вас нет понятия в сети, контроллеры, а это главное есть, как бы, но вот в сети просто бьется все по чатам. То есть, все в одну кучу сваливается. Вот так вот. То есть, все бакнет-объекты, всех контроллеров, как бы, в общем списке. В одну кучу, в одном, да, в одном контроллере. Все понятно. Если у вас сеть организована, значит, на одном контроллере, на другом, да, на другом, да, в одном, да, в одном, да, в одном контроллере. Ну, это такая идеальная задача. Вот. Значит, там нужно уже организовывать другую, да. Ну, там другой синтез всегда, это редко, это реально. Значит, понятно, да, то есть, вот это точно тоже считается точкой данных. Значит, смотрите, следующий момент. Обратная связь. У нас же как? Обратная связь. Вот, например, температура внутреннего воздуха. О, внутренний вентилятор. И вот этот блок, вот внутренний. У нас один блок, вот, БО вот этот, и БО, это один блок. В рамках него организованы две обратные связи. Согласны, да? Вот так. Какие блоки, ребят, поймите. Еще раз. БО, в которых можно взять два сигнала в рамках этого блока. Смотрите, вот это. Вот у нас следующий материал. А, все понятно. Видите? В нем прописано в одном блоке, в одном БО, прописано два адреса, два физических скода. То есть, прописан отдельно, плюс 100 и прописан второй. И вот этот компонов, вот эти два сигнала, вот этот БО, он как один сигнал считается, как одно точку данных. Понятно. То есть, поэтому у нас сейчас 17 точек данных, а на самом деле рассчитается уже 14. То есть, мы две экономим, минус блокная ссылка. И получается 14. То есть, потолы из ИКЕи могут прилично сэкономить обратные связи. Если у вас обратная связь организована как отдельный, дискретный вход, то представьте, что здесь ничего нету, а обратная связь вот так вот организована, как этот блок БИ, ну, БИ, тогда у вас две точки данных. Ну, понятно. То есть, если вы организовываете обратную связь в рамках одного и того же группа БИ, у вас экономится на одну точку данных. Понятно, да? Вот такая фишка есть. То есть, учитывается что? Учитывается АИ, ну, все входа в входа, значит, не учитывается их обратной связи, не учитывается бахнарцерки, не имеющие отношение к объектам, связывающим, там, филиппу, с этим входом в входа, и учитываются бахнарцерки, связывающие, там, входа ухода. Понятно, да? Ну, неважно, то есть, мы можем с входа, например, значение передавать, и не только на, ну да, только на входе. В общем, понятно, что это. Все. Значит, закрываем наш лайс на хоккеймити, и открываем библиотайр. Идем опять. Ну, я удостоверюсь, что все, что не пустилось. Значит, сейчас, так что первый раз запускаете, может не запуститься, потому что у вас надо будет перезагрузить, там, лицензию, ключик перед. Ну, первый раз, почему он бывает не всегда, запускается сразу. У меня, то он первый раз, потому что я уже давно тут работаю. Ну, что не надо, тут ашимай, короче, провод в жопу, в морду контроллера, в морду контроллера, в морду контроллер. Ну, пока не перезагружайтесь, если у вас, перезагрузитесь, и ключ не вынимается. Еще у вас. Перезагрузитесь? Нет. Про лицензию сказал, да? Перезагрузитесь, ключ не вынимаете. Хорошо. Мы ставим, да, в морду контроллера, в морду контроллера. Отлично. У нас тут, да. Ну, ладно, значит, у всех запустилась действительно ...это в cymbal. Что из себя представляет в cymbal 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 cymbal. О! Тут было, да, да, да. и не форс ну да ну да Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 то есть когда кто чего во сколько и как делал то есть все пирсы все реализируют все действия там кто когда все идет значит наиболее важное и наиболее актуальное вот то что нам надо вам сказать и привести аналогию чтобы вы поняли это каталог объектов каталог объектов вот здесь есть прокрутка мы ее просматриваем и что мы здесь с вами видим а здесь с вами мы видим всего того горбатого которого два с половиной дня мы здесь гневировали вот он пожалуйста здесь вид значит наличие вот этих всех иконок вот этих всех сигналов вот если например взять значить температуру и посмотрим у нас появляются почти все пины которые возможны для значения вот вся информация которая здесь представлена это представлено в XFile то есть вот грубо говоря на то влияет XFile на то что будут здесь все или иные объекты вообще не будут вообще куча что простите может мне то дать круче вот слуху каталог объектов я думаю круче значит вот от этого зависит значит наполнение каталога объектов то есть все ли XFile вы импортировали где то есть все ли XFile да то есть вы понимаете редактировать логику программы в коем случае нельзя не сказать а вот пины значений и так далее в принципе большую часть можно то есть например можем силы поставить какое-то значение в 60 градусов в коем случае нельзя Доксины можно редактировать примерно с каталогом объекта. Ну конечно имея соответствующие крайне. Здесь вся информация есть. Понимаете, что такое каталог объекта, насколько это удобно? То есть любые пределы, все можно задать, пожалуйста. Но учтите, задав это все в верхнем уровне, понятное дело, будет расстояние в объектах. Спада, вы там, спада расходите. Давайте закройте нахрен сайтек сейчас. Я же, почему вы не слушали? Я один раз сказал, вы открыли сайтек. Сайтек будет в конце сегодня. А вы сейчас вернете. Будет у вас там сайтек открыт. Нет, здесь не все равно, что он здесь. Я про то, что он теперь говорю. Там был открыт сайтек. Даже сейчас не должен быть открыт, спада. Просто, понимаете, вы там сейчас понажимаете, что мне знали, а потом, если я буду сидеть и разбирать, что вы там назвали. Ну, все равно. Поэтому слушайте, а вы нажимаете потом, время будет тебе сказано. Значит, в чем суть? Если служба эксплуатации, неважно, с пульта, снизу не ставят, каталоги объектов, произвела какие-то здесь изменения, а в контроле, если программировала была до этого, то, понятное дело, будет рассогласование в значениях на пинах. Например, в верхнем и нижнем значении. Не до 50 градусов, а у вас стоит программный форекс. Как сопоставить все это дело с программным форексом? Я буду показывать до сих пор. Но вы должны четко понимать, что то, что сделаете вы здесь, оно отличается от того, что у вас осталось в форекс. Вы должны это порезать. Вот. И поэтому, как раз, он еще только не будет. Хорошо. Что такое каталог объектов, приблизительно понятно, да? То есть, можно вот эти цены задать, какие-то регуляторы, как надо. Вот. И, ну, в общем, удобная вещь. Очень удобная вещь. Технический вид, вид пользователя. Ну, кому как больше нравится, я рекомендую пользоваться техническим. Видит, в первом аналограме вот так вот могут быть. Кто-нибудь ночью, неудобная вещь. И сколько нам помогут сделать. То есть, можно под себя задать. В описании, которое на красной плачке, я это написал. Так это делаю. Значит, хорошо. Здесь мы каталог объектов, я рассказал, что такое. Временная программа. Временная программа. С ней мы, наверное, будем чуть позже. Ну, давайте чуть позже. Когда мы рискуем графику, я буду рассказать, как вот. Временную программу. У нас здесь даже две, по-моему, были. Нет, одна. Вот две у меня программы. Будьте. Значит, галочка. Если здесь зеленая галочка, значит, все, нажебить может и не парить. Если на желтом фоне вас летать не знать, значит, есть какая-то проблема. Или парить, или еще что-то. Здесь будет вот эта проблема. В чем проблема. Обязательно будет тревожный сигнал. Так как у нас все зелененькое. Все зелененькое, да? Да. В том, все все хорошо. Если белый цвет на красном фоне, то все плохо. В том, где-то критическая ошибка. Значит, статус устройства. Здесь уже можете посмотреть, на данный момент какие контролеры онлайн, нафлайн, 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 нафлайн и так далее. То есть, это здесь, статус устройства. Статус моделу нам интересно. Видим сайт информации о верхе и так далее. Как я все не расписываю. Информация проекта. Все понятно. Хелп, ну, понимаете, что такое. Ну, здесь на данный момент скреплен один сайт, на скрепленный, потом скреплен все с конкурами. То есть, все как полагается. Аварии понятно, время понятно. Значит, отлично. Про каталог, где я рассказывал. Нет, это хорошо. Со связью с сайтами пользователей. Будем ничего не делать, короче, никак. Здесь отображены все системные, ну, все, так сказать, все вещи, которые связаны с тем, как контактить и внестать с этой контроллера. То есть, все, грубо говоря, процессы, которые, так вот. Тут, видите, поп-ап сервер. Тут, видите, поп-ап. Ну, вот такие вещи. Значит, что мы сейчас... Во-первых, давайте... Вот сейчас видите, одна авария. То есть, мы с вами сейчас... Первый раз, когда диблина истая включается, она опрашивает сеть во наличие аварии. Поэтому у нас сейчас появилась какая-то авария. Авария связанная с бинго, с батарейкой. Что касается фильтра, если посмотреть по моим бумажкам я сделаю фильтр на 1.7 Я сейчас убрал аварию фильтра, но авария не ушла. Для того чтобы она ушла на данный момент, нужно обязательно сделать обновитель. Как быть чтобы аварии автоматически приходили и уходили? Для этого нужно связать аварии, которые мы программируем, с нашей станцией управления МС-01. То есть тем виртуальным компьютером, который связан с нашим реальным, чтобы аварии понимали куда им идти. Из контроллеров. Есть что-то, что должно быть в контроллере, чтобы характеризовало куда идти авария. Пока этого нет. Пока просто в обратном режиме дезинфицировать самоопражнение и наличие аварии. Поэтому, что мы сейчас делаем? Значит, мы сейчас делаем следующее. Значит, можно это сделать двумя действиями. Значит, нужно визитный сайт, кнопочку открываем, там находим, я вам сейчас покажу два способа как это сделать. Два. Ну, точнее как, мы сейчас сделаем легким способом. Инструментарий. Инструментарий. Это сейчас мы будем работать. Свойства. Ну, вот что такое. Значит, нужно все заходим в инструментарий вот в этот вот Enhanced Multi-Object Editor. Сейчас, что мы сделаем? Организовываем автоматический переход и уход аварий. Значит, что здесь есть? Вот, аккуратненько открывайте всю раскладку и смотрите, что у нас есть. У нас есть notification classer. Вот слева. Значит, что такое notification classer? Для того, чтобы понять, что такое, сейчас мы с коллегой из Новосибирска откроем Xworks. Я вам покажу. Открываете, вы, например, этот код. Значит, это... Как я говорю, да? Сей-сей. Ну, вы будете, это... Попу на британский склад рвать. Я ощущаю, что просто исполнительный человек. Вы же сами знаете. Нет, ни при чем. Ну, хотя, короче, на моей. Я вообще с тобой был крупным гражданским. Нет, ни при чем. Нет, ни при чем. Нет, ни при чем. Нет, ни при чем. Ну, ладно. Через никто не понимает, пожалуйста, да? Отлично. Ну, все, договорились. Давайте. Значит, что нужно здесь? Ну, и пока все дружно посмотрите. А что я толкую, чтобы понять? Сейчас коллега откроет чат global. Чат global. Ну, на самом деле, вы можете параллельно тоже, если хотите посмотреть, что это делать. Чат global. Чат global. Левая кнопка два раза. Значит, будете делать ситуацию, а теперь забьем или посмотрите просто. Запомните. А? Значит, смотрите. Помните, я вам рассказывал, что есть в каждом блоге, значит, пункция тревоги. И в каждом блоге есть, значит, есть еще класс тревоги. Вот смотрите. Вот, пункция тревоги. Простая и основная расширенная. А есть еще класс тревоги. Видите, вот эту, поскольку красный там колокольчик. Понимаете, да? Так вот, значит, всего, если посмотреть внимательно, значит, вот здесь три, мы используем три. Здесь сколько? Шесть. То есть, да, количество возможных вариантов совпадения тех и тех. То есть, ну, в общем, количество возможных комбинаций среди трех. А сколько? Или шести классных? 18. Понимаете, да? Так вот, на динейшн класс это и есть, как раз таки, такая комбинация. Вот если посмотреть, видите, простой, срочная тревога основной, срочная тревога расширенная, срочная. То есть, на динейшн класс это, скажем так, все возможные комбинации всех возможных товаров и всех возможных классов. Вот что такое на динейшн класс. Значит, что можно сделать? Во-первых, можно настроить адресацию прихода аварий. Говорите, ничего еще. Говорим чуть-чуть. Значит, построить, ну, организовать адресацию на прихода аварий в разных форсах. А можно в разных сайтах. Вот сейчас я покажу, как это сделать в разных форсах. Но это более, ну, не станет ложным. Контроллеры, файлы и так далее. А мы сейчас сделаем с инсайтов, это то же самое. Значит, для этого нужно зайти в какой-нибудь один из инсайтов классов. Вот свойство. Вот первый местный пример, ага. Значит, здесь нужно зайти в список назначения. Открыть этот график. Вот видите, написана строчка получатель. Получатель. Открыть сюда. Вот получателе нужно написать следующее. Значит, получателе нужно написать следующее. В. 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 сделали только для одного для каждого делать тяжеловато как сделать побыстрее для этого нужно кликнуть на пив destination list и здесь поставить галочку define all и теперь для каждого нахитивающего класса будет прописано B равно mx01 ну и теперь по наркатной схеме если мы пользуемся в этом случае мы загружали в контроллер компилировали все эти файлы соответственно кто-то коллега не верит но все проверяет значит соответственно для каждого контроллера сделать импорт баз данных это деморойно поэтому вот этот фокус есть альтернативный более легкий фокус значит пока сворачивайте CFC и открывайте расширенный навигатор ага вертик вот они все эти notification классы которые есть в нашем сайте то есть они на они вот этот ряд notification классов печат глобулы общей на всю сеть понятно это все делает поэтому теперь видите все галочки здесь стоят мы смотрим ага станция управления какая у нас мс01 есть есть вот эти добавить можно здесь то есть два раза сделать прописать две разные станции управления вот где представьте да вот коллега если вам ответу на вопрос вот где вам проще вы добавляете две ст Hersley управления ms01 и ms02 есть чтобы и ms01 и ms02 HAVE добавить и вообще два раз сделаете значит нечего выделять не нужно просто должны быть поставлены галочки. Значит, ну, времени ничего менять не нужно. Здесь все уже нормально настроено. Можно просто нажать применить. Ну, кроме как там по управлению. Нажимаем применить. Это можно делать само. И у вас должны, соответственно, быть... Все, все написалось. То есть теперь, грубо говоря, если мы потом считаем изменения из нашего контроллера и помощью с NFC, у нас это B равно 0.1 на фишку на нас. Вот мы сейчас другое пропитали на контроллера. Это действие. Все, все сделали. Теперь говорим о кей. Говорим о кей. И говорим закрыт. Значит, все хорошо. Сразу скажем, обычно ребята пытаются сейчас сразу дергать фильтром. Дергать фильтром. И ждут, чтобы у них авария сама уходила. Значит, минут 15-20 надо ждать, чтобы система поняла. Ну, вот такая вот бада. То есть сейчас, если мы будем фильтров перекидывать, не поймет система. Но это, мне кажется, связано с каким-то там внутренним мастерением контроллеров или инстайта. Или, может, внутренним мастерением мини-контроллеров именно на фишку. То есть надо приблизительно минут 10-20 покурить. Ну, не покурить, а подождать, пока система поборит. Мы же пока с вами проделаем что-нибудь другое, а потом уже поверим, что у нас аварий станет и все это уходит. Значит, что мы с вами должны делать помимо? Сейчас мы с вами будем делать всплывающие окна и лук с ним. Значит, для этого запользуем программу Insight и выбираем конфигуратор системы. Значит, там чуть-чуть, как хорошо, когда тут заменять. Значит, теперь открываем программу Insight и смотрим, что у нас там есть. И открываем мышцезатор. Значит, все смотрят, да? Подам. Значит, что у нас здесь есть? Давайте, давайте немножко в теорию. Значит, все возможные тревоги, первое, что мы должны сделать, мы должны как-то блокировать. Значит, все возможные тревоги мы должны как-то сгруппироваться. То есть разложить по тем или иным признакам ту или иную грузку. Значит, соответственно, для этого у нас, видите, есть понятие в классе группы мастеризатора. Значит, аварии можно организовать. Ну, вы увидите, каким критериям их можно будет создавать. В общем, смысл такой, что сейчас первая задача создать некую группу аварий. Дальше мы создадим получателей этой аварии. В данном случае мы создадим, как получателя, всплывающее окно. То есть при приходе той или иной аварии, при приходе какой-нибудь аварии, заданной ранее нами группы, заданный нами получатель будет получать эту аварию. И будет, соответственно, происходить марсетизация этой аварии. Значит, в качестве получателя, как вы видите, может быть принтер, можно файл записывать, можно факт, можно всплывающее окно, пейджерс или почта. Это все могут быть получатели потенциальные. Да, смейл и так далее, смски. Все это может быть сделано. Я вот, например, для лейтеновки делал. Я делал через наставу. Я делал через наставу. Раскопировал, в общем, не знаю. Причём. В первых нужна модель. Значит, нужен компорт на компьютере, понятное дело. Нужна симкация. Нужна знать для социального оператора SMS-интер. Нет, не социального знаю, понятное дело. Если вам интересно, у меня есть сприншоты, как это делать, и у меня есть бэкап графического проекта, ну не графического, бэкап проекта инсайд, со сделанным этим делом. То есть это я могло вывести. То есть, к большому счету, опять же, я не знаю, как это делать, я сел за компьютер, взял сприншоты и начал делать, на самом деле, там в сприншотах одна загвоздка есть, я где-то полдня сидел, думал, в чем, потом сам затер, что мне будет делать, но я вам загвоздку схожу, а все остальное просто, как и веб-проект. Ну и плюс есть бэкап проекта, так уже конфиберировано. Ну, если вам вот эти вот, у меня руки. Тысячи меня руки. А кто вот эти вот, у меня, как раз он тоже, как он был, а он, чтобы потом, что-то я в голову, все выпадают, ну, нет, ну, и вы свеешь, что он, как это, можно ли я панкать. Так. Получается. Получается, начинал. Получается. Ну, сам пункт такой, пункт, пункт. А? Короткий. Короткий. Короткий, да. Как вы знаете? Не, вот, твой модник или сапфишка, это для вашей группы, как вы можете подать. значит давайте создавать группу мастизации нажимаем правой кнопкой на группу мастизации нажимаем добавить вот эти все действия описаны очень подробно в мануаре пишем имя группы поп-ап пишем точно так же как замполучает п большая у маленькая п маленькая а у большое п маленькая значит выделяем группу событий какая у нас интересует тревоги выделяя галочки ставим тревожные события все остальное мы как бы в рамках обучения не будем системы зачем захламлять по аварии нашу систему события тревожные значит дальше мы выделяем вкладку сайта значит здесь у нас сайт siemens мы должны его добавить добавляем сайт siemens значит следующая категория тревога здесь нужно запомнить просто без категории у нас нет категории не должно поэтому без категории значит следующее приоритеты значит здесь выделяем все то на самом деле может быть все но мы в рамках обучения выделим все потом выделяем события а вот здесь ну давайте я возьму стандартные вещи значит добавляем в тревоге неисправность добавляем верхний и нижний предел сейчас и ну и наверно пока хватит да вот такие стандартные вещи тревоги верхний и нижний предел неисправность да все значит теперь нажимаем усилить значит открываем группу инвестиций видите у нас появилась группа аварий да все отлично под названием попарка группа аварий под названием попарка значит следующее надо добавить получателя наших тревог то есть мы сначала добавили нашу группу аварий и давайте получатель добавим значит получатель у нас будет то ну ка нужно смс 01 правильно конечно это не то получатель аварий то есть куда мы будем смс 01 оставлять аварий можно сказать бывающие окна то есть попап окна нажимаем правой кнопкой нет 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 ниже то есть не в группах а в получателях ага добавим пишем им получателя точно так же попап ну или можно да попап windows ну ладно попап станция управления написано уже у нас в магазине и надо выбрать чтобы был противный звук противный звук окно там давайте нажмем подогнать то есть это некая формировалка окна как будет выглядеть всплывающее окно значит в одном случае это давайте я вкажу в одном случае это у нас возможно сколько будет строчек то есть та или иная схема в зависимости от строчек и так далее а другое у нас полуокно это такие кнопки значит здесь вот разные второй схемы то есть зайдем в смс то есть здесь вот звук местоположение и так далее это одна основная схема то есть здесь схема стандартная а здесь мы подгоняем соответственно какие есть описатели в рамках всплывающего окна то есть нужно ли там написать не нужно нужно ли там время или не нужно вот это все формируется в нижнем полуокне значит мы с вами будем просто звук добавлять по примеру поэтому давайте выберем паул аларм попап контрол аларм и нажмем и нажмем польза значит здесь мы скажем да играть звук значит здесь мы скажем играть звук значит начнем выбирать и вместе выберем какой звук ну дайте мне начать ну звук надо на компьютере знаете какой хороший звук сейчас я выберу правильно о мой любимый авария и тада вот если играть по звуку то это будет будет пока диспетчер не просим значит все выбрали нажали окей нажали окей и еще раз окей а что я ни у кого звука не слышу господа погодите а вы остальные идут погодите у меня где то звук убавлен а вот все все говорим готово что у нас появилось в пупап окна оба на у нас появился получатель пупап окна который находится на станции игровой магазине понятно да то есть по аналогии добавляют еще смс получатель файл в открытии в открытии есть программа какую-нибудь реализовую по теоретически спрашивают есть ли… мне кажется софтфайл может искать как Ура но я не делал не contracted не можно ли хрор хрор есть все мы с вами создали группу маршизации создали получать теперь надо их связать то есть сказать что эта группа маршизации получает эту группу аварий значит как связать заходим в кнопку Google инсайт программы инсайт маршизатор то есть групп может быть много получателей может быть много все можно соответственно связать заходим в маршизатор первого значит появляется специальное окошечко стальное приложение под названием маршизатор что здесь нужно делать нажать в сером поле правой кнопкой и выбрать вставить значит здесь группа маршрута pop-up и получателя pop-up у нас собственно других вариантов нет ну и что получатель и получателя расписание нам не надо просто чтобы приходило мы говорим окин у нас добавляется в маршизаторе некая запись которая говорит о том что вот авария приходит откуда-то такие аварии куда это что касается товарищи покрыл все у нас все устраивает говорим закончим ну давайте проверим что у нас продумался наш фильтр или о ну да 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 нет почему нет ну вот работала и так вот здесь когда ключ понадобится прям срочно значит что нужно сделать сейчас давай нет я тебе скажу что нужно сделать ты поймешь надо будет дойти к нам скачать один файлик и мне его прислать например вот такого плана у меня есть другой нет у меня есть другой дамбл для моего у меня есть два дамбла вот вот я буквально мне в свое время давал там тут мой репайлик я не знаю откуда он его убрал вот надо узнать чтобы я с интернета скачал завтра ребята спокойно другим дамблом работали вот ну ладно я сейчас звоню ну да на почту ну и да сейчас я тут погвоню ладно просто я тебе там не номер там нет номера там нет номера ладно давай я тебе погвоню еще быстро и приходим ну давай погвоним ну давайте проверим приходит наш аварий значит у меня у меня 1.7 по моему фильтр 1.7 фильтр ну значит надо попробовать одновременно сделать о все просрал у меня просрал давайте давить что у вас хуже все должны показать мне в паше и так далее значит значит что такое графика пока не нажимаете потому что вы ее не делаете в принципе значит понятно да все что это сделать ты же загрузил почему не знаю потому что я не знаю как авариус они у меня уже есть уже есть авариус а вот так вот вот так вот какой-то тем термостат не помнишь что в что в если по нижним придем канала конечно уходим уходим а буль в в в в в в в О! Четверка станет. Та-дам! О! Все оставляю пока еще. Да че ты-то называешь? Бел-дело. Нет. Ну. Дыр. Может тебе даже звук хотят? Да. Кто вы хотите... ... ... ... ... Хочешь попробовать? Чего попробовать? Чего его пробовать? Все, надо у меня сейчас два стакана убить. Он откроен и не положен. Открытие. Продолжение следует... 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 bt first bt first и на конце букву g большую английскую это будет некий префикс чтобы отличить наш графический проект от бетокального значит господа есть понятие проект есть понятие проекта есть еще отдельное понятие графического проекта значит понятие графический проект оно вложено в проект визита визита если вы делаете бэкап проекта визита автоматически включает в себя бэкап графический проект но можно сделать отдельно только бэкап графический что нужно сделать значит спада ну локэйшн у нас все уже хорошо стоит темплей ничего трогать не будем значит самая важная здесь фишка это темплейт резолюшн ну вот коллега сейчас если верх перекинет нам мы посмотрим вот есть дефалт вга ну разъемку сделать чтобы не правильно дефалт вга свга 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 вот здесь рекомендую сразу определиться и узнать сколько дневного монитора будет на объекте и уже сразу под него создать проект и все странички рисовать именно под это разрешение иначе потом придется подрисовывать присмотреть на объект а там основных монитор больше чем будет рисовать на машине а? а там какое это надо тогда юзер и руками все делать значит здесь представлены стандартные это вот например ну вгра принимает там 640 на 480 это вгра 800 на 600 x для 1024 на 768 и x для 1280 на сколько там еще ну да на самом деле на мониторе на телевизоре ЖК например там 1024 на 768 нет 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 я говорю четко про разрешение вы рисовали под разрешение 1024 на 768 и открыли эту картинку на рабочем столе компьютера у которого разрешение больше 1200 какое-то что получится? получится что у вас вот такой монитор монитор а картинка будет на 3 четверти монитора значит у вас растягивало у меня нет значит я говорю как жизнь получается что сейчас кто-нибудь из ребят вернется и увидит что он ничего не растягивается значит надо сразу знаете или рисовать сразу под большое разрешение если вы рисуете под большое разрешение а на маленьком мониторе с меньшим разрешением фишка в толсту должны совпадать разрешение если разрешение не совпадает то есть мониторе больше чем вы рисовали соответственно у вас картинка получается не на весь экран если вы наоборот поставите разрешение меньше чем вы рисовали то у вас получатся вот такие неприятные полосы прокрутки это неудобно поэтому нужно обязательно определиться с разрешением под которым писать вообще экран можно создать только на 10 но у меня просто казахи на тренинге ну вот это и зазовок он таскатывается ну вот ну вот вообще-то еще можно но обычно мы тянем распад ну значит давайте мы выбираем а нет для монитор это потом для каждой страницы будет ну для каждой страницы в любом случае можно начали рисовать страницу правой кнопкой и так далее значит бэкграунд колор ну давайте серый нормально нажимаем окей значит что у нас появилось у нас появилась та же самая структура нашего нашего проекта то же самое btpsg graphic page здесь все есть то что мы хотели значит ну что давайте этот потихоньку ритовать точнее ритовать сейчас надо первое нужно к нашему проекту вот коллега правильно сделал он видите маркера держит на page чтобы промахнувшись вверх или промахнувшись вниз все равно как правил проект значит первое что мы должны сейчас сделать сейчас будем сделать магические действия точнее начало магические давайте договоримся сразу сейчас аккуратно закрываем все создали проект да все проект создали проект создали он есть закрываем так закрываем все закрываем значит первое что это баг это включение дневника для разработки не работает на английском для этого что мы должны что делать мы должны нажать параметры дальше параметры клавиатуры и нажать и нажать смену здесь выбрать alt слева здесь поставили так ну в общем сделать все направлено переключение на русский alt shift 1 или alt 6 2 я использовал другие тоже это связывается в работе это значит так мы говорили контролерам они все так используют эти сказали так это система так сейчас снайдер купил в принципе у нас другие ребята ездили на атаку буквально 2 недели назад им еще не общались но другие фирмы ездят по другим контролерам да дня 3-4 н у но еще у нас нет у оборудования м у р наверное не бесплатно получил нет он он прохлад спорта ну как всем кому есть какие у вас бэджик не будет господа вы мне скажите да или нет значит следующий ход конем заходим на диск заходим на диск дизига инсайд папка дизига вайбре cps и так далее и устанавливаем библиотеки вот такой шаг а там акуку убегаем и там наш бизит вайбре цепь вот вот ну ну вот может есть библиотеки нужно устанавливать для каждого проекта сразу значит надо нажать кнопку и дальше ничего не трогаем и дальше здесь тоже ничего такого далее 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 так значит да все правом вы перезагружаетесь чтобы язык заработал если хотите можно сделать запускаем запускаем сайт пароль нажмите чтобы активизировать надо нажать на любую кнопку другому царству господа ввести русский и 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 Значит, первое, что нужно, добавить к нашему проекту стандартные проекты, чтобы убрать из них графику. Как это делать? Значит, есть два способа. Мы сейчас сделаем простым. Есть еще, ну, как сказать, стандартным, там, луками простым. Можно сделать графический. Сейчас скажу простым. Значит, нужно выбрать вкладку System и внизу Include Prodig. Значит, что нужно здесь писать? Аккуратно, постарайтесь, не очень сложно. Ну, не описаться. Аккуратно нужно написать X, X. Давайте все вместе со мной. Значит, X, то есть мы хотим тем самым прикрепить вот эту библиотеку. Вот эту. Все это не библиотеку, а прикрепить стандартные проекты к нашему проекту, чтобы они могли друг с другом общаться. Ну, можно было у них выбрать графику. Поэтому прикрепляем в дикотеке проекты к них. Ну, ладно, давайте, подождем, подождем. А, да, ну, не знаю, я вас. Ну, ладно, 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 ладно. Так, ну, ладно, ладно. Победа… Ну, ладно, ладно. но в в в в он куб ч а в 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 Мне нужно узнать, какие показания датчика, это мне нужно узнать показания датчика, и при условии показания датчика, я по секунде снимал показания датчика и выстрел в датчика. Суперклей самый такой. Тайк. У вас сколько 7500? А помник, серно отклеен. Нет, его мобиль не бросил, и он же не на руку. А с ним может перенейвать. Может быть. До конца месяца ждет, твоя Атака, Синьбюк. И его в стенах. Этот стены? ул можно было кнопку нажать перегрузить все контакты отсюда эту систему мы сделаем сразу ровно после того как загрузка решена даже знаешь, это же кабель она же 350 контактов у нас не было но по любому но по любому но уже есть какой то смартфон по любому пока он полкишок может свести еще не хватит я не дал только ревенитру но я все делал, у меня все работало вот эти их подходы уже давно уже уже не наше они работали у меня уже старый у нас у нас нет и они и сами поглова ну да пораньше не можем поэтому а что завтра завтра у вас уже не будет и мы тоже завтра же уезжаем так и так же так же так же может и затянемся не знаю во сколько вкладку пикс нажимаем 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 то же самое только добавляем пикс sbc нижнеподсчетный int то есть грубо говоря да s то есть грубо говоря запись которая характеризует добавление библиотеки проекта стандартного то есть только не выделяйте его как я сейчас неправильно он может забыть tx 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 нет 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 значит говорим еще раз все вместе со мной у нас добавляют две записи аккуратненько теперь давайте прокомпилируем то что мы с вами сделали как компилировать файл 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 компайл только не добавляйте по 10 сторон а два раза файл компайл покомпилирует все то что мы сделали и я вам покажу как графически все это нужно то есть что мы собственно с вами сделали я поняла то что мы с вами сделаем файл файл коллега ломил карточку ниже, контроллер, стаб не проходит, я говорю, карточку ставить до хрустла, да, хрустел, он работал, карточку ниже до хрустла. Что у нас появилось? Он предлагает создать базу данных тегов. Что такое база данных тегов? Грубо говоря, это база, которая позволяет из графики или из всплывающего окна при нажатии кнопки графика осуществить навигацию, при нажатии кнопки графика и всплывающего окна, осуществить навигацию на ту страничку, на тот элемент, с которым там авария, и тот будет показывать и так далее. Это значит создать базу данных тегов. Но единственное, нужно аккуратно создавать, когда будет совпадение, то есть можно один и тот же элемент на несколько страницах. Как определить? Походит, не показывает? А, там меню. Да, там меню или будет по приоритетам. Вот как-то мы тренировались. Да, да, коллега совершенно правильно. Вот это называется база данных тегов. Значит, в данном случае мы с вами будем создавать у нас немного. Значит, давайте создадим базу данных тегов. Значит, давайте создадим базу данных тегов. Сейчас будет то, что не вспоминается. Я вам сразу скажу. Но есть на красной флешке print screen. Сейчас я сам вспомню. Я-то вроде помню. Не спрашивайте меня, почему это прибуду с айтека. Так просто надо делать. Вот просто списывать. Надо делать один раз для проекта. Практически. Значит, первое это вкладка. Нужно вытащить вкладку. i-o-server. Второе. Нужно выложить в вкладку for. А, ну нет. Куда уже for. Здесь нужно написать i-o. Нет, ну вытащим в вкладку i-o-server. Communication i-o-server. Аккуратно пишем, как я. Так и пишем i-o-server. Значит, что будет вставляем, что это будет в себя. Я сейчас покажу сразу. Значит, называется картинка на флешах красных кодств тдрв. Вы поймете, это используется. Значит, вот такая вот i-o-server. Подверьте, подверьте. Методиль. Просто тдрв. Подверьте. Вот это надо будет вписывать каждый раз. Когда проект будет делать. Ну, графический. i-o-server. Нажимаем один раз add. Так же. Нажали. Значит, теперь нажимаем communication. Forks. Forks. I-o-server. Communication i-o-server. Forks. Forks. I-o-server. Forks. I-o-server. Forks. I-o-server. 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 Значит, board name тоже пишем. P, D, X. Я люблю ты. Все большими. Как и я. Минус один пишем в ford number. Это не стоит взбирать. Зачем так? Я не знаю, зачем так. Это вот, насколько я понимаю, со стороны сайтека там не требуется. Вот у меня были на обучении ребята, которые учили сайтеку чистому. Они говорят, что на кожу управляют. Управляют. И объясняют что-нибудь. И так надо. П, D, X, минус один. Еще раз. Все открывает, да? Один раз нажимаем add. Теперь выбираем опять communication. I-o-devices. Здесь пишем. Ну, сначала находим протокол. Снизу он здесь. Кост ctdrv. Вот он, кост ctdrv. Его копируем и вставляем в name. Да. Он что? Да. Кост ctdrv. Значит, I-o-server. P, D, X, P, D, минус один. Кост ctdrv здесь. 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 Адисать. Может быть? Кост ctdrv. Кост ctdrv. а я один все да? да, вообще 10 да вот 4 называю да так же можно так же можно ну что то все к себе все ну и теперь он ну дай кучу ха ха честно интересно что с у нас спросили что делать как удалить то что надо ха ха шпиль и загрузил компьютер и переустановился так ха ха dafür и Анена об этом договоре прописано если ты так сделаешь страп utilized так что там почему не с вами стоит может поиски 2- שה еще которые могут Включили, подключили. Ускорение не может. Припас. Вычки. Вычки. Да. Нужно, нужно. Вычки работают. Вычки работают. Ну? Ванковос тогда работают. Вычки, заполучки. Вычки, они не запутаны. Можно переводить шкаф. Шкаф переделать. Конкретно. Не знаю, а там новые привилечки. У тебя документацию надо больше читать. Уликран. Нет. Нет. Наверное, нет. Может, есть. На интернете. Угу. У нас там. У нас есть. У нас есть. Параметр. Чтобы работа. Чтобы работа. Чтобы работа. Работа. Работа, по-моему, на 4, а на 10. Или наоборот. Я подумал, что параметр. Я не на 14, а на 10. А, ну, параметр. По шоку мне устал, что-то 14. На 4, что-то на 7, 14. Ну, вообще не проблема. Что не веришь? Чтобы работа. Угу. 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 Ну, что, ваш данный тоже забей. Угу. 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 Парни так. Парни. Возьму. Парни еще. После изменения всех еще раз компиляции надо делать, да? После этих всех изменений еще раз компиляции надо делать? Да, конечно. В итоге мы должны закончиться до фигни, компиляции. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Создали надпись в материале, значит следующее, давайте создадим также снизу две надписи, ну можно копировать эту банально, создадим надпись, ну например, освещение и холдоснабжую, ну вот тут менюшка какая-нибудь будет, что-то так, можно скопировать от нас в строке, картинку можно вставлять в картинку, вот это вот, как подловка и чтобы работала эта кнопка. Ну, наверное, можно на какую-нибудь дни клинок, да? Ну, вообще нет, ну на самом деле можно, это, как сказать, нужно использовать кнопку, здесь есть хорошие кнопки, пробую, прям что-то, нет, нет, ну кнопку нет, картинку на картинку, да, ну давайте лучше, знаете, выполнять то или иное действие, то на идее, на то или иное поле, это можно сделать. Проблема. Вот я вам скажу. Т.е. Дальше. Так? Так? Т.е. Почему у нас в картинке в течение, что я закрываю, ну, значит, ну... А мне левое, а левое, а левое сколько надо через? Ну, надо в штатон начинать, начинать вбить её, начинать Теперь, следующий шаг, что нужно сделать, нужно добавить, у нас элемент, это метро-плавающее значение, которое будет образоваться где-то здесь. Добавить это значение. Планки снизу, секундочку. Привет. Сюда. Сюда. Жороб, а то что это здесь? Ну, по-моему. Угу. 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 Спасибо. 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 Что можно делать с этим чужим значением? Что нужно делать с этим чужим значением? с этим чудным значением нужно сделать следующее надо значит выбрать номер правильно коллега сделать и теперь мы сейчас научимся вставлять ссылки а именно в тайге это называется то есть связь нашего объекта в контроле с неким графическим элементом для этого открываем дружно каталог объектов для чего он кстати нужен каталог объектов глупо открываем находим нашу температуру наружного воздуха да, находим температуру наружного воздуха нажимаем на нее правой кнопкой а нет, на маркер маркер, маркер, маркер правой кнопкой ну на самом деле я не знаю, что это вот просто нажали раз, два, три раз, два здесь выбираем копия сайфек срега копия сайфек срега теперь идем обратную графику и сюда его вставляем все значит можно, что-то если покопается можно шлейф, что еще нужно сделать мы сейчас сделали по простому давайте нажмем ок у нас тут не надо вот никогда не рекомендую вам растягивать стандартные айфы пусть, пусть, может и пиксели но там работает но там уже здесь работает, да значит теперь давайте попробуем посмотреть это значение вживую значит сохраняем значит обязательно если вы проделали какие-то значения я на странице вы должны обязательно нажать дискетку сохранить иначе компилятор не поймешь он будет компилировать изменения обязательно обязательно значит аккуратненько ну вот я вот здесь вот так вот значение пусть у нас будет боку-вверху здесь будет у нас потом кнопки красивые так красивее ну просто так значит давайте попробуем посмотреть как это все будет выглядеть говорим сохранить идем компилироваться сайт-эк 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 поджет-эдитер сайт-эк поджет-эдитер идием файл компайл все как обычно то есть здесь можно тоже не компилировать и не беспокоиться одна точка использована на том точка это не те точки которые используют в экс-ворбсе не надо их пули для тех точки это немножко другое связанных играть, пусть будет больше намного. Не беспокойтесь, что их будет много, там тысяча, десять тысяч и так далее. Значит, окей, окей. Значит, теперь, еще раз, окей, теперь нужно запустить приложение, в котором мы будем просматривать, как вот в эксплуатации будет видеть график. То есть где работает бесплатная в ИКе, то есть они знают ли цены автодорога. Значит, запускаем груз на графику. Графика это на панели, да, можно здесь, можно на панели. Вот, я думаю, с видом, с сориентировка. Он сейчас первый раз прокомпилирует изменения, а потом запускает. Первый раз он вот так вот прокомпилируется. Нормально. Потом еще раз надо будет допустить графику, и все. Окей. Сейчас он вот там, продумается. То есть первый раз надо графику, два раза прокомпилирует. Да, еще раз его прокомпилирует, и он уже откроет нам. У нас открылась вторая, вторая такая вот, ну, менюшка, которая уже служит для работы в графике. Ну, навигация чистится на этот пора, значит, что... Навигация такая неплохая. Значит, давайте откроем теперь... Ну, вот, 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 получается то, что с чем работает служба эксплуатации. Вы видите, нас появилось не предотвращение даже, которое будет мягкость, но будет что-то крутить. О-о-о-о, офигеть! Пошло-пошло-пошло-пошло-пошло. Ну, он же совсем задержки, но в общем-то мягко. Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok короче вот эта кнопка с названием тренд это вообще не пробить никогда это из сайтек, она не работает значит все кода в обжик это для умных ребят, для органистов может в сайтеке прописывать свои объекты и так далее в общем в сайтеке можно так лично программировать но я не умею, поэтому я скажу как он здесь понял? по имену по этой функции цикозы, да, есть цикозы, вон цикозы, фанкшен и фейдио и фейдио и фейдио и фейдио и фейдио можно фазонировать можно свои фейдио делать там много чем в других карточках но в основном это не стоит ну как, ну что, по-темерному надо больше чем просто это измечать значит следующее ps-тем и ps-джин мы с вами чуть чуть позже это самые два основных нужных нам квадратика active x это для видео там всяких губов и так далее я ведь не работал вот националист и дата будет x-change control я не знаю что такое я тоже там не буду значит следующее что нужно давайте изучим кто такое ps-симбол значит по большому счету ps-симбол и ps-джин это одно предложение инвегация между ними инвегация между ними инвегация между ними осуществляется с помощью даже вот можно вот здесь осуществлять инвегацию и то и то огромнейшей библиотеки элементов значит чем отличается джинни от символов символы это просто картинки без всякой анимации ничего которое никак не связать без джинни с графикой ой с бакнет объектами в контроллере джинни это что то уже с анимацией что то запрограммированное во что можно вставить те или иные элементы и как это будет в красивом виде значит ну по лайте посмотрите там интерес через лист здесь много всяких интересов а как сделать с с с с с с с с закрыть сами литер старайтесь это неудобно символы сверните вот в так что на данный момент и не было но в России значит есть библиотеки 2d 3d у коллега показывает как раз 3d библиотеки вот это давай покажи жёсткий застоп переставлен я думаю надо съесть на концах ой ой сыновку нам не уйдёт ну давайте посмотрим что есть там о вентилятор так и и и и и и и и и 2, 2, 2, 3, 4. А, а, вот это у тебя. Ярк-лурокс. Лимон. Ярк-лурокс. Ярк-лурокс. Лимон. Ярк. Ярк. Твердый, твердый. Вот конвертый, интересный. вот в общем куча всякого разного добра прикольно значит как вставлять всякое разное добро ну давайте например датчик сейчас выберем давайте сначала лазем значит но в в в в в в в в в Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ул с ул ул в в то есть символ получат про статические картинки давайте 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 сделаем другую страницу давайте создадим страницу приточкой и там зарисуем датчик и другого давайте сначала кнопки я покажу чтобы нарисовать первую страницу значит заходите в джинни выбирайте вид наверх там есть баттон очень часто приходится методом цикла смотреть где кнопка подходит отлично что у нас здесь есть давайте я расскажу в другом словах что здесь есть привилегия и элия это как раз для определения прав доступа то есть кому какие привилегии кому какие права доступа если заглянуть в конфигурацию администратор системы вот здесь пользователи администраторов например группа администраторов вот здесь найти доступ к объектам это не то сейчас сразу рамки реакции короче здесь что-то было не, вот где это было для группы какие программы для пользователей доступ к сайту просмотров другая программа здесь уходы реакции рамки и графика надо да всегда я промажу вот здесь уже видите общие привилегии восьмое ну и области такие значит ну например для скумбая или там для сервисного для базового можно редактировать смотри базовый мен сервис мен стандартные сервис ну например для базовой группы можно добавить кольца здесь графики опять редактировать области привилегии и так далее в общем можно бить здесь тут смотри в порядке здесь все понятно да ну с первой с нулевой по 253 можно смотреть это первая привилегия да ну вот у нас видите привилегии в области можно то есть какая для которых привили то есть для двух администраторов один администратор электрик и другой санкетным то есть электриф в области первая вторая администратору хотя привилегия у них одна и та же а другому администратору привилегия 3-4 привилегии можно бить по областям ну как правило это делается на больших объектах ну или там отдельно надо рассказывать что ты входит в джин и мы можем вручную я пока об этом не рассказывал это очень нормально будет попробуйте вам понравится если даже на сабмайке можно страниц по разным сетям стандартно будет вы заложите кнопку которая ведет на странице вы можете по кнопкам заложить например кнопка электрика для электрики фактически кнопка для садельников для садельников то есть если электрик не могут указать кнопку садельников они все остальное не видят то есть только вот такие вещи можно сделать а уже из кнопки мы сейчас делаем кнопки у нас в следующей странице будут привязываться к кнопке например там кнопки ну да там по разному ну да там что такое область привилегий понятно ну давайте тул тип пока значит во первых что такое тул тип сейчас область привилегий понятно вот эти ну они как правило часто встречаются во всей джин и значит что такое тул тип тул тип это вот когда вы наводите рукой на твой термин например сейчас я наведу на вот эту кнопку тул тип тул тип тул тип тул тип тул тип да значит какой синтакси должен быть значит синтакси должен быть такой табака нет на самом деле ну как должен быть если вы напишете например вентилятор по русски или по английски то у вас будет работать вот каждый раз он начинает вентилятор мы рекомендуем мы не обязываем вот сейчас видите что такое собака стопочки аудит на какое то значение нам вышло вверх и поиск я вам потом покажу файлик в котором все эти значения прописываются и потом вручную в Excel на поиски значения просто будете английский и русский то есть два разных столбика и он у вас ну у нас этот перевод реализован да вы тем самым реализовываете перевод английского на самом деле как реализован ваш переход с языка это с одной колонки на другую тип того вот то есть я чуть позже покажу как сделать их русскими ну чтобы была возможность вручную таблички сделать русскими если вы не хотите этого делать пишите право по русски вот то есть это для удобства поэтому здесь нам получить не нужно у нас вот эта кнопка наставь написан вентиляция ну и давайте page to display значит во первых пока у нас второй страницы нету на которую мы хотим написать инвегацию давайте напишем вентиляцию давайте назовем страницу давайте назовем ее P01 ну у нас же была P01 давайте назовем P01 потом создать заднее число может если бы она была создана мы могли ее выбрать здесь подписать да видите у нас топ есть страница а P01 нету то есть можно ее заднее число написать потом создать или можно ее выбрать в жизни все говорим у нас появилась кнопка но видите в чем засада кнопка окладывается на вентиляцию значит здесь есть два варианта как от этой проблемы уходить первый вариант коллега правильно говорит надо выделить кнопку и нет значит первый вариант выделить кнопку и нажать да и нажать соответственно от кнопочки верхней то есть сделать верхней не деплой второй вариант просто кнопочку скопировать вентилятор и так как этот элемент появился позже он будет накладывать на все предыдущие вот оба и накладывается понятно да смысл такой поэтому удаляйте сейчас одну вентиляцию кнопку натягиваете на полную вентиляцию одну удаляется ну сделать побольше попробуем ну конечно да вот ладно Ну и делайте то же самое кнопку, копируйте на освещение Я бы не знал, что делать подряды, но красиво, но это не так Шикарно Можете из таких блоков построить целую стену Да, большую стену Ну коллега дизайнера еще не улучшается, а он делает Я не знаю, я обязательно попробую сейчас Ну давайте вправо полезем, как красиво будет Ну блин, можно короче Ну фига себе Четачку, моя счастье Ну че-ка У нас в системе, че-че-че Задание Да, слышно Я не даю там Опыт Опыт Преобразил А не, полезное в магазине О Что вы говорите, коллега? Нет, ничего не надо Они просто накладываются Круглогооскорье Девайли Значит, теперь че нужно сделать Теперь нужно сделать следующее Нажать на кнопку Отключение Полусажения Идите там Транышки Нет, на кнопку Вот Видите здесь Да Видите, здесь Транышки Проверить Или Например Здесь Например Кул Кул Это будет Или Л Дальше Играем Л Л Л Л Давайте Смотрим Эфир Давайте Кикус Нет А Здесь Делайте Кул 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 Сохраняем Сохраняем И теперь пишу название страницы по-другому. Пишу P01, пишите P01.0.7.0.0. То есть я так вот делаю новые странички на основе старта. Ну, чтобы фон менять и так далее. Говорю ОК. Теперь правой кнопкой находится страница. И на всякий случай надо будет... Вот, страница уже отлично. Кнопки можно удалить уже. Кнопки можно удалить. А, это одна одна. Да, зато что 0.1. И правой кнопкой на страничку. Правой кнопкой. Здесь General. Плата. Вот есть Windows Title. Остается от старой страницы. Надо... Значит, датчик наш несчастный удаляем. Датчик несчастный удаляем. И заходим в библиотеку Джинни. Ну, и не, в правом. Джин такой. Лампу Джинни нам все равно. А? Да, ладно. А вы нам завтра расскажите. Так, 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 вы не решили. Во сколько завтра человек что-то делает? Значит, кому. Значит, кому завтра, во сколько, куда в аэропорт тогда? Давайте мне расскажите. Так, а... Нам без разницы. У нас полный. А вам? Что же не разница? Не, у нас в авиаторах в холодильнике. У нас когда решили, что вы видите, что вы не хотите. Вы объясните мне, что вы на финалу хотите поговорить. Не, 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 серьезно. Очень сильно проошибли. У вас есть возможность принять акцию? Я бы отменил. И взял бы, как все наши наши люди. Аккуратно едете на белорусский вокзал. Покупаете билет за 450, за 350. Так, 320. На Аэроэкспресс. И за полчаса доезжаете до... Аэроэкспресс дошельметьево ровно полчаса. Ровно полчаса, минута, минута. А там переходы сейчас? Там нужно выходить на улицу. Значит, Аэроэкспресс, то есть, каждые полчаса. Ну, это ролик открылась. Мы, значит, это уходим в кишине. Так, ну что, завтра восхотом в 9 или в 8? Да. Да. Я сразу расходю. Ападут за то, что они не наедут. И будут на рейке станут выклевать. Аэроэкспресс. На рейке есть. Обычные тычки. Ладно, там сейчас дорисуем дальше и пойдем на бой. Аэроэкспресс. Значит, следующее. Заходим в джинни. Заходим в джинни. В лампу джиннов заходим, господа. В лампу джиннов. Право, 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 право. О, лампу джиннов. Придаваем сейчас датчик, значит. Заходим в сенсоры где-нибудь. В лампу джиннов. В лампу джиннов. Ну, не надо, блин. А, ну, давай. Еще начнем. О, а вот. Вот. Значит, давайте датчик. Какой нам датчик нужен? А вот. Вот этот датчик убирает. Значит, внутри написано текст. Мы будем писать букву Т. Ну, и, соответственно, там... Это джинни с температурой. Все расслабляется, заваривается. Значит, все успевают вкладах. Как он называется? Да, берегу. Да, нормально. Не-не-не-не. Надо каждый раз... КАС. 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 Ну, разные свойства. Ну, и... Тут приходят отличения. Да, 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 взяли. Чего дать? Чего? Не могу, блин... О, господа, по поводу обучения по интеграции, помните вам этот человек? Вот, пожалуйста. Коллеги сказали, интересовали, сколько стоит у тебя? Ой, дорого. Чувствуйте, да? Нет ничего дешевого. Значит, человек работать не хочет. Значит, следующее. Заходим в свойства. Заходим в свойства. О, слушайте. Ответа, кто? Я уже посмотрел на него и расхватил интеграцию. 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 Ладно, встретимся, господа. Давайте пишем Toolkit. По умолчанию здесь уже какие-то привилегии ставят, там все нормально. Значит, Toolkit пишем собака, скобка открывается, out temperature. Собака. Скобка открывается. Out temperature, на улице. Нет, там же это. Потом вы будете, с левой колонки будете то, что вы на английском писали, а с правой на русском. Макароник, правда, самая такая, какая-то разница. Не, а потом его будет изберить в сайте. Значит, out temperature, написали. Значит, теперь, что нужно, вставляем check температуру наружного воздуха. Вставляем check температуру наружного воздуха. Ну, это где-то, 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 помню, был список объектов. Да, ну, не перепутайте с вкладкой фото копируйте. Именно копия, сайта, сайта, сайта. Ну, и текст, понятно, сделается, чтобы буква T была внутри датчика. Прорвал, это нельзя, ну, на самом деле, можно сам прорвал, как его, как его, как его, как его, как его, как его. Ну, не трефикс, а T, в смысле, что внутри кружочка была только T. Сейчас, смотрите. Давайте, ок. Все, сохраняем. Как охраняет? Сохраняем. Компилируемся и загрузаем. У конкуратора системы, которые... Да. Так. у консигуратора системы давайте Давайте в графике заходим, смотрим, что получилось. Вот, главный троих стилей. 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 Опять кнопку назад, чтобы откатить. Можно назад, можно восходить стандартный смартфон. Влево сделать не будет. Влево? Ага. Вот такие девайки. Давайте у кого какие проблемы, решаем. У кого проблем нет, можете идти домой. Ваши проблемы мы подумаем сейчас решить. Настя, супер. А у вас вообще чётко. Тут ужин рисовали, нормальный. Вот эти тоже такие раньше тачки. У меня коллега из Новосибирска, почему Влада. А вот это всё закрывать можно? Значит, давайте, пока я не забыл. Сомни, что обещал скинуть коллеги, мне обещали из Хабаровска по Симатик скинуть. А, можно завтра, наверное. Да, я завтра принесу винт. Если что ещё, мы с вами скинем. Завтра время вот так. Да, ну завтра время остается. Значит, коллеги мне обещали по Симатик. Вы мне что-нибудь. А, завтра всё перекроем. К тому же надо как-то придумать, как это сделать. Потому что тебя один Хрэндвинд не читает. Пока проект ослабился. Не, у меня и Влад читает. А, читает он? Да, и ПА. Ну, это можно. Значит, вылет, а что? Обещали Симатик? А что ещё обещали? А у вас есть что-нибудь по Кареллу? А, мы по Кареллу покажем. По Кареллу. Да, тогда, да. Ну, показатель-то, а есть что-нибудь такое? Покенироваться или всё? Ну, они лицензионные. Ломанные или... Нет, зачем покупаем? А демо ничего нету? Демо у них нет, в принципе. А них нет. Рядин. Он, 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 вейк. Ну, всё. Он мейкер на торекте лежит. Да нет, ну, не, не. Скать, значит, вы там неправильно.